Лягу в два, а встану в три, Гляну в окна, закурю, Бог позволит, говори, Ничего не говорю, Бог позволит, попроси, Расскажи свою тугу, Отче наш, иже, и си, даже это не могу, Будто разом онемел, Будто кто-то отлучил, А ведь с измальства умел, Хоть никто и не учил, Нет, молитвы не творил, Не решался на обряд, Напрямую говорил, Как младенцы говорят, Если б мог, и по сей час, Как в начале, как сперва, Лукавцу обучаешь, Позабыл я те слова, Лягу в два, а встану в три, Гляну в окна, закурю, Бог позволит, говори, Все равно не говорю, Нисколько не ропщу, Отчаяния не имет, Если даже промолчу, Бог и так меня поймет. Мы вот собрались немножко раньше, Чем дата юбилея Леонида Григорьевича, 27 числа родился, Ну вот так получилось, что в библиотеке и сейчас, вы увидите, уже все занято, и вот выбрали за неделю. Ну, я думал, он на нас не обидится, Это с одной стороны, с другой, Но 27-го уже такие предновогодние хлопоты, И так не очень много нас, к сожалению, ожидал больше. Сегодня мы будем говорить о Леониде Григорьевиче, Будем вспоминать его, читать его стихи, Говорят, что будут и музыкальные номера, Ожидаем мы, исполнители, Будем смотреть видеофрагменты, Человек для Ростова, Человек притяжения, притяжения всех интеллектуалов города, Это замечательный поэт, на мой взгляд, недооцененный, ввиду, возможно, нашего провинциального положения, но абсолютно, на мой взгляд, сопоставимый с Чухонцевым, с Кушнером, Из того ряда, который в это время творил переводчик французской авторов, Камю Сартра, преподаватель латыни в медицинском институте, Замечательный собеседник, ну, просто прекрасный человек, да? И, как говорил поэт, давайте говорить друг другу комплименты, да? Сегодня их будет достаточно много, Леонид Григорьевич, я надеюсь. Вот, а начать, да, я хотел представиться, меня зовут Леонид Санкин, я год назад организовал в Фейсбуке страницу «Леонид Григорьевич Григориан», загрузил туда все известные в сети материалы, видео, ссылки на его стихи, на различные сайты. Вот этой странице уже год, там достаточное количество просмотров, и, кроме того, вот, поэтому меня, наверное, вот назначили сегодня ведущим нашего мероприятия, которое вряд ли можно назвать вечер, потому что оно началось днем, но оно постепенно-постепенно к вечеру перетечет и вечер, и мы уже вечером будем расходиться. Замечательные двое ребят, такие Виталий Федоров и Дмитрий Коваленко, много лет назад, уже теперь много лет назад, записывали Леонида Григорьевича, записывали несколько часов его рассказов, монологов о Ростове, о его детстве, о оккупации Ростова немцами, о встречах с писателями, о встречах с поэтами, просто вот его взгляды на религию, на философию, на культуру, и они публиковались, многие вы их видели, и они есть в интернете, а вот кусочек, который мы вам хотим показать, он, Дмитрий Коваленко, его сбросил просто несколько дней назад, он никому не известен, он будет впервые показан, наверное, на большом экране, потому что просмотров у него немного. Вот мы его посмотрим, а потом предоставим слово Дмитрию Коваленко, а я пока вот отхожу от микрофона. Вот этот стишок Ирогатовская. От того не смолкает небесная арфа, возвышает, взыскует, влечет, чтобы Богом углу хлопотливая Марфа подметает, стирает, течет, печет. Для того, чтобы пророки смогли и сумели двигать толпы и строить столпы, сыплет Марфа какие-то хмели-сунели у плиты раскаленной в супы, где-то в кухоньке Харькова или Ростова, цельный день в суете-ководьбе, живота нещадящая, дева Христова позабыла совсем о себе. И печаль одинокую душу не сгложит, и чуждые злоречия, и спесть. Каждый Господу слушает, как хочет и может, а Господь обитает и здесь. Ну, я не могу не упомянуть об одной истории в моей жизни, которая сильно мне попортила нервы. У меня был такой приятель, Ним Наум Дефремов. Мы его называли Ним, а сейчас он прозаик, много печатает, в континенте, в знамени, он редактирует журнал «До сей цензуры». Вот. И у него псевдоним такой – Наум Ним. На самом деле – Наум Дефремов. И вот этот человек приехал из Минска, из Белоруссии откуда-то, не помню. Это был друг Лёни Эпштейна, который сейчас в Бостоне. Ну, естественно, пришли сюда. У меня собиралось много людей. Вот. Очень славный человек, колоритный, активный диссидент. Вот. И там он вынужден был уехать, потому что уже наступали на пятки КГБ. Он приехал сюда. Ну, конечно, сообщили. Да и он вел себя демонстративно. У него была странная особенность. Он красивый был, такой, христосообразный. Вот, значит, какой-нибудь он кралю приведет к себе. Ну, он не начнёт сразу действовать вульгарно. Он сначала ей покажет сам издат, там издат, там всё это. Ну, и какая-то из этих краль донесла. В сущности, у него было то же, что и у меня, и у Лёни Эпштейна, и всех остальных. Но они, видимо, так рассудили. Они же тут живут. Это на нас будет пятно. Как же мы проглядели. А этот приезжий. И, значит, они его... Он поехал на шабашку. Он математик сам. Вот. И они сделали обыск. Привезли его сюда. Посадили, судили. Меня вызывали в КГБ. Вот. Но я сейчас в его неудовлетворительное, с точки зрения, допрашиваю ещё. Майора Липалова, конечно, в штатском. Ну, я говорю, да нет, быть не может. Да ему подложили, да невероятно. И так далее. Ничего не видел, ничего абсолютно, и видеть не мог. И вообще замечательный человек. А этот сказал мне, майор, так что, значит, вы не хотите нам помочь? Ну, совершенно не собирают. Во-первых, я считаю, что судили его и осудили несправедливо. Ему дали три года. Кстати, я суд, 90 прим. Вот. Ну, он почти все и отсидел. А потом как бы был помилован, когда полгода оставался. И вот, когда он сидел, он вёл себя и там очень отважно. Заступался за обижаемых там и так далее. Его бросали в карцер. Он кончал с собой, перерезал вены. Знак протеста. Мог умереть запросто. А сидел он в Ростовской области. И мы имели некие возможности там что-то передать, увидеть. Ну, нет, видеть-то нет. Вот. И тогда они ему сказали, ах, ты так, да? Ты так. Ну, смотри, что мы с твоими друзьями сделаем. И в газете «Молот» появляется филитон под названием «Клеветник». Клеветник – это он. И, значит, его там поносят сельское, а потом пишут, а кто же его друзья? Конечно, он что-то полог, но не на голой же почве. И называют меня сразу. И Наташу Сотникову, это жена Юры Падеева. Вот. Ну, и тут за меня взялись в институте. Тогда был ректор негодяй из негодяев. Николай Николаевич Карпиченко такой. Мой студент. Они все мои студенты. Деканы, профессора. Все. Почти все. Ну, короче говоря, в один день они проводят заседание кафедры, где меня осуждают. Факультетское партбюро и профбюро объединенное, где говорят ужасные вещи, мы пригрели на груди змею. Как же мы не замечали. Это резидент от президента. Это, ну, буквально ужас. И я присутствую. Только одна, там, профессор Новодержкина, Юля, славный человек, она сказала, ну, что вы хотите, что вы на него набросились, что вы хотите, он просто интеллигентный человек. И это ничего не было, конечно, но я очень ценю. Единственное, она не моя, она моя, не ровесница. Остальные велись ужасно. И в конце концов, они провели собрание трудового коллектива, это еще 500, огромный у нас там зал в главном корпусе. Там же, где моя кафедра, курс в логинском языке. Ну, я только зашел туда, к яблоку негде упасть. Сидят всех, всех загнали, профессора, лаборанты, уборщицы, студенты разных курсов, которые все прошли через меня. Вот. Учились мы. Ну, я слышу жуткие вещи о себе. Начинаю слышать. Я сразу повернулся и выхожу. За мной бегут. Вернитесь. Они задумали китайскую церемонию, то есть меня обвиняют, я каюсь, прошу прощения. Потом меня все равно выгоняют. Ну, хунвейбинская такая была акция. Ну, короче говоря, я не пошел туда. Потом мне рассказали, когда Харламов, это председатель Мирском, редкостный мерзавец, тоже мой студент, выступил и сказал, «Мы требуем, чтобы в связи с несоответствием к зоту этого ужасного человека, уволили из нашего славного медицинского института». Тогда он еще не в университете был. За, против, воздержался. Вот, скороговорка. Никто и не поднял руку. Да и не подняли бы, конечно. Вот. И, тем не менее, приказа нет. Я два месяца хожу, студентам преподаю, в ужасном, конечно, настроении, а студенты, это первокурсники, знают все. Никогда у меня не было такого сильного курса. Как они старались. Как они замечательно занимались. Прекрасно все вели, самые шумные группы. Я им очень благодарен. Об этом разговора не было. А вот стишок, называется «Грустный февраль», когда я уже понимал, что ну все, выгоняем. Гляжу в окно, а в институтском парке на голых ветках гнезда, как помарки, пробежки моментальные бельчат. Пенсионерки пестуют, жмучат. Все как всегда. На первом этаже кафедры было. Все как всегда, но я не обольщаюсь. Сейчас войдут студенты, попрощаюсь. Шагну к дверям, насильно улыбнусь. Вдохну, пройду по коридору, оглянусь. Вдохну мороз, как в хмелюк, качаюсь. И горько молдь, больше не вернусь. Но мне не пришлось возвращаться, потому что они меня оставили в покое. Я звонил, в частности, в порядке самозащиты. Звонил своей кузине в Москву, в посольский дом. Она была, она швейцарка. Ну, по-потому, вообще-то, она русская, по-армянка. Вот. И, зная, что там подслушиваются разговоры, я ей рассказывал каждый день, что со мной делали. Эти кретины решили, что он же, а он был журналист, профессиональный ее муж, что этот Кирилл напишет статью где-нибудь в Швейцарии, в Цюрике, в Цайтлунг. И институтом заинтересуются. Взятками, там, ну, всякими кровопотреблениями, их было полно. Вот. И вот однажды ректор меня вызывает себе на восьмой этаж, где была его кафедра фармакологии и токсикологии. Вот. Он вызывает меня, он в кабинете. Леонид Ильич, напишите статейку. Ну, куда? В МОЛК. Ну, это же газета органов Комопартии. Я говорю, это не имеет значения. В Комсомоле. Вечерний Ростов. Нет. А что я должен написать? Что вы отмежуете, что вы осуждаете и так далее. Говорю, этого никогда не будет. В нашу многотиражку. Я же должен как-то отчитаться. Нет, это я не сделаю. Ну, он покрутился, покрутился, потом говорит. Ну, идите, работайте спокойно. Три месяца нервотрек и ужасно. Это в декабре уже. Вот. Я говорю, а как же так, трудовой коллектив. Ну, я же ваш студент. Я поручился за вас в обкоме. На самом деле, конечно, было наоборот. Они ему сказали, что с ума сошел. Зачем ты это делаешь? Это такой крикливый, значит, тип. Он же это так не оставит. И меня оставили в покое. Я доработал до пенсии. Я твердо решил, вот исполнится 60, я немедленно ухожу. И хотя уже многое изменилось, то было 85-й год, а это уже был 89-й год. И они меня якобы уговаривали остаться. Конечно, я мог еще лет 5-10 поработать спокойно. Ну, они меня так обрыгли. Особенно заведующий кафедрой иностранных языков, который был наш курс приписан. Да сволочь редкостная. Он до этого был директором посольской школы в Тиране, в Пекине. Ну, конечно, ГБшник. И он меня допекал ужасно. Однажды я не вытерпел, забежал к нему в кабинет, закрыл двери. Говорю, ты, тёп, ты, гадина, оставь меня в покое, блядь, и так далее. Реакция была замечательная. Оскорбить его было невозможно. Абсолютно. Он такой, ну, как же использовать свидетелей, нет. Говорю, ты мочегнулся в кабинете при портрете. А там висел Горбачев, наверное, уже, а может, Маркс, Ленин. Вот это в кабинете при портрете ведь не придумаешь. Так что чистый Булгаков или Гоголь, Щедрин, не знаю кто. Ну, и я ушел. Вот сборничек «Мчатся тучи». То есть, да, есть такой сборник, но есть и отдельное стихотворение. Сновидение яви промежду кто-то тычется в двери сеней. А за окнами мглистой и снежно хрипло ржание каурых коней. Пробил час, бобыля, недобитка по парсторам метельной Руси. Проносись, вороная кибитка, от родного угла носи. То ли ночь, то ли раннее утро, то ли час, то ли день напролет, То ли степь, то ли гиблая тундра, то ли бес, то ли вьюга поет. То ли подгору, то ли садкоса, прямиком или наискосок, То ли тройка того малороса, то ли тайный жандармский вазок. Далеко от беседы речистой, затаись, не зови благодать. За спиной исполинской, демщицкой, все равно ни хрена не видать. Только снег, только темень и только то, что выпало нам из кони. Да гони, сумасшедшая тройка, птица тройка, гони же, гони. А вот в другом тоне, но о том же самом. Обложили, довели до точки, навалились скопом и гуртом, Угрожали это лишь цветочки, ягодки появятся потом, Радостно дышали алкоголем, каждодневно умножали прыть, Уверяли то, что наглаголем, как рассудим, так тому и быть. Что причина? Плохонькая цитра, несколько неподневольных слов, Отчего разбушевалась гидра дюжины отчеренных голов, Так и вижу злобные гримасы, тусклое мерцание чешуи. Эх, вы, недоумки, дуроплясы, ироды не страшные мои. Вот стишок такой. Чужой, чужак, и разом кончен спор, Дрожмят, дрожат, ворота на запор, Обходят, облетают, обдержают, Поскольку кровь у чужака чужая, Чужая кровь краснее, леловей, Чужая кровь виновнее, правей, Нам ни к чему крестовые походы, И без того найдутся доброходы, По запаху учуют пришлица, Без промаха отыщут и изловят, Затем, чтобы паршивая овца Не выдала законов поголовья. Куда, как любопытный упыри, Им только бы дознаться, что внутри. Так повелось, сначала душу вынем, А там пускай докажет, что невинен. Гляжу на вас, дядя и кумовья, И мне чужая ближе, чем своя. И как вы не вопите, угрожая, Люблю за то, хотя бы, что чужая. А повод был другой. У меня очень много было иностранных студентов, Блестящие студенты-негры, Африканцы, блестящие. Это зависело от страны. Вот из того слабые студенты. А из Нигерии где-то дошла война ужасная, Миллионы погибли, блестящие. То есть, они настолько наших. Но они знали языки их, То английский, то французский, то два. А, конечно, их подвергали дискриминации. Во-первых, сведили, обыскивали. Женщин к ним не пропускали. Это для них было, конечно, тяжело. Арабы были в основном коммунисты. А эти были сочувствующие. Идеалисты приехали. Они могли в Лондоне учиться, где угодно. В Гамбурге. Вот. Мне так было их жалко. Ну, я говорю, где же трамвай? Какой-нибудь пьяный негодяй. Ух ты, рожа, черно жука. Все. Тот сын впился. Очень. Я вас не трогаю. Ух ты, гад, приехал нас обгидать. Хотя наши на этом зарабатывали. Вербовали, конечно, многие. Вот с этим связано. Очень любил. Некоторых помню до сих пор. Да. Но дело в том, что доминантом их всего... Ну, они, если их как-то характеризовать, их называют исповедальными. Или дневниковые. Скорее, дневниковые. Исповедальными слишком такое обязывающее слово. Исповедальными. Вот. А дневниковые – да. Так вот, когда я послал какой-то свой сборник своему приятелю эстонцу, Каля Касперу, литератор, живет в Таллине, он до этого не посылал. Он, значит, ну, что-то он мне написал такое хорошее. Написал, ну, доминанты у вас, у тебя две. Любовь к женщинам и ненависть к КГБ. Это точно. Так вот, о женщинах я немножко читал. Вот КГБ. Стихотворение называется «Призрак», в другом сборнике «Фантом». Речь идет, чтобы было понятно, если надо объяснять, о негласных обысках. А их было множество. Вот я на занятиях, живу один, я уже развелся тогда. Это дочка с женой, у нее живет. Вот. Я на занятиях, ключ мой подделать ничего не стоит. И они тут шарили, они все знали. Ну, почти все. Спрятать ничего невозможно. У меня это ужасно действовало на нервы, потому что они оставляли какой-то свет специально, чтобы терроризировать. Вот. Так вот, «Фантом». Где бы я ни был, в гостях ли, в кино, на реке, слышу, как ключ поворачивается в замке. Или на службе с указкой мелом в руке, слышу, как ключ поворачивается в замке. Как под землей упорно работает крот, делает ключ осторожно, двойной поворот. И не дыша, не шумя, не следя, не пыля, в комнату входит поджарая, бритая тля. Нет, он не вор, никогда ничего не крадет. Он в секретеру упорной, упругой походкой идет, встав на карачки, а после привстав на носки. Взгляд запускает в какие-то черновики, в письма друзей, фотографии неких надят. Смотрит на книги, фиксирует, так ли стоят. Штирит, занюханный, членистоногая тварь, если чего не поймет, открывает словарь. Глянет в один, не найдет, открывает другой, благо мои словари у него под рукой. Что же он алчит найти, пистолет, героин, нет он следит за малейшим движением моим. Каждый клочок поднимает и смотрит на свет, он стихолюб и, наверное, втайне поэт. Что-то плюсует, о чем-то беззвучно твердит и, напоследок, выносит какой-то вердикт. Что ему надо, каналия, листовок, сатир? И для чего он суется в чуланы сортир? И почему изучает пятно на полу? Кто приохотил подонка к его ремеслу? И разлюбил я свое родовое жилье, где все мое, а погамино и не мое, где надзирает буфеты и внимает плафон, где, расставшись, как жаба, следит телефон, где уловляет малейшие скрипы диван, каждая щель разрастается, как котлован. Метр за метром и ныне уже до конца дома улика, а то и свидетели сца, лары с пенатами. Экая ветхая блажь, если подумаешь, сам добровольно отдашь. Дом потаскуха, давно потерявшая честь. Господи, дашь мне приюта какого не есть. Вот. Ну, таких стихов, связанных с этой организацией, у меня достаточно много. Я долго бился над своим лицом предательским, гневливым, не иконным, пока оно не стало хитрецом, не притворилось тихим и покорным, не обнаружить сослепу страстей, обиженный создателем обидчик, добытчик, прирожденный челобидчик, наушник, подлепало, прокиндей, стал неподсуден, отрешенный лик. Заволохла сплошная поволока, ищи свящи, не отыскать улик. Ни проблеска, ни тени, ни намека, витействуйте спокойно, мудаки, бубните фарисеи без оглядки. Послушно затаились желваки, разгладились мучительные складки, пустыня, где ни шороха, ни сги, безоблачность, спокойствие, смирение. Как вдруг сверкнет, гремучее презрение, и все к чертям. Смертельные враги. Ну вот, это вот, этому самому господину, у которого я матерился, я его имену веду, прежде всего. Так, там еще много, есть кого-то? Так, сейчас. Завершает, получается, этот цикл, завершает, наверное, этот цикл, но борьбы с КГБ, наверное, сиктрония Путина посвящена? Ну да, обязательно. Нет, обязательно. В краю, где лишь карают, довилят, а небеса отложены на завтра, поэзия всего лишь недогляд, свирепого сатрапа, бронтозавра. Душа уже не стоит ни гроша, поскольку от рождения влекома на опознание в кабинет райкома, на переплавку в здание ВПШ, и все же не получит ни шиша. Все ваши управдомы, мажордомы, понеже высшим промыслом ведома, подонкам неподвластная душа. И вот стоит растеряна шпана, и тянется хрушона, вот тена, и головы задрався, и лид за нею, и ружицы их липовые ледут, она же ледит туда, куда не ждут. Все выше, все спокойнее, все вольнее. Двое. Это я лежал в ЦГБ недолго. И, ну, палата была двухместная. Я-то лежал стационарно там с неделю. А один приходил, ему делали там что-то такое, делали капельницу, что ли, он там отдыхал. А иногда оставался на ночь. Двое. Он вяло смирился с иным обиходом в палате, где пахнет карболкой йодом, где градусник ночи разносит сестра, а ветка в окне убеждает – пора. Вчерашний фрондер, рифмоплёт и любовник, зевая журнал, под подушку сует. Вчерашний гибист, отслуживший полковник, глядит на него и с трудом узнаёт. И сам он не тот в этом рыжем халате. Потухли зрачки, под глазами мешки, в палате с противником. Вот уж не кстати. Заброшен, не нужен, совсем двойники. Могутная Тулова сделалась рыхла. Он немощен тоже, и тоже притих. И гончая прыть понемногу затихла. И градусник выдан один на двоих. Обоим неловко, и малость противна. И оба лежат, отвернувшись в стене. И слушают молча, как жутко и дивно. Скрипит оголённая ветка в окне. Не овцы уже, и тем паче, не волки. Как это бывало в недавние дни. И запах побелки, мочи, и карболки. С брезгливостью равной вдыхают они. Сестрица на них равнодушно косится. Небритые лица, прорехов бельё. А ветка своё. Разумеете, языцы так нет, не желают. А ветка своё. Есть люди, которым невозможно простить. Вот у меня есть такой стишок маленький. Как бы отвечающий на призывы ветки. Помиритесь, обнимитесь и так далее. Любите друг друга. Любить повально всех. Простить тотально всех. Умеешь только ты, Господь, на небесе. И так из раза в раз. И так из века в век. Прости. Я всё. Аз всего лишь человек. Забыл. Ну же. Вы ещё раз включите. Ничего себе, наверное, надел. Где-то у меня есть. Наверное. Да. Простить повально всех, любить тотально всех, способен только ты, Господь, на небесе. И так из раза в раз, и так из века в век. Совсем не то, что аз, всего лишь человек. Вот. Ну и, наверное, да. Кстати, мы же коснулись этих самых господ. Я вам рассказывал, да, о тридцать седьмом году, о доме нашем, как-то. Это между стихами было. Я могу повторить кое-что. В тридцать седьмом году я уже здесь жил с родителями. Отец мой был беспартийный, скромный плановик, экономист. Тогда они назывались плановиками. Мама была библиографом. Библиотекарем. В тридцать седьмом году, когда началась косовица, во всех квартирах нашего подъезда забрали главу семейства. Кем бы он ни был. Вот только Пальян Яковлев, не забыл о нем, который был на первом этаже, горбатенький такой, несчастный. Но он был редактором газеты «Ленинские внучата». Ну и такой, в общем, старый, как мне тогда казалось. Вот его не взяли. Я думал, что он позже пришел, но посмотрел на мемориальную доску в 1934 год. То есть, когда построили дом. Всех остальных взяли. Значит, из двух плановиков, беспартийных. Через стену жил секретарь Братайского райкома Ландема. Сначала взяли его, он не вернулся. Расстреляли, конечно. Потом жену, потом двух девочек маленьких, которые сгинули где-то в интернатах. Что они, близкая родина, сколько я помню, не помню. Надо мной жил, вот тут, кавалерийский комкор, командир корпуса, Геон Геанович Фогель, латыш, участник гражданской войны, имеющий орден Красного Знамени. Взяли. Но его выпустили в начале войны, потому что не хватало военачальника, лейтенантики. Вышли, и все покатилось в восточном направлении. Ну, также выпустили и маршала Милицкого, и Рокоссовского, и Горбатого. Те, кого не успели убить, потому что, в общем, они тогда не были маршалами, а какими-нибудь коммундивами, комкорами, комбригами. Вот. Подо мной жил фольклорист, тихий, мирный человек, видимо, поляк, Корытко-Снедковский через Дефис. Он вернулся лет через 20-25 и ходил там по соседям, чтобы подтвердили, что он здесь жил. Зачем-то ему нужно. Отец вышел через три года, потому что он не подписывал. Как его не пытали, он не подписывал то, что я ему продиктовал и написал сам, следователь. А он там должен был убить Сталина, Молотова, Горошилова, Будённого и так далее. Ну, бред, короче говоря. Но он бы подписал, потому что ужасно пытали. Но одновременно он должен был подписать показания о соучастниках. А их было 42 человека. Из них отец знал только двоих. Он с ними работал. Остальных не знал. И тогда он решил, объявил голодочку. И голодал, правда, воду пил. 12 дней. На четвертый день, он говорит, уже не хотелось есть. Вот так вот на колоритве, пайке лежать. Есть не хотелось. Но он не умирал. И ничего не менялось. Тогда он нашёл какую-то там, по-моему, черенок от зубной четки, не знаю, отточил, перерезался вены. Но кровь не идёт, потому что истощён. Тогда он вскрылся в живот и пытался селать в харакири, вынуть это. Но в это время в глазок заглянул этот, они не допускали такие вещи. Человек что, он шёл чистый, да? Нет, он должен всех посадить. А тогда мы его хлопнем или посмотрим, что идём. Короче, его в тюремной больнице вытащили. Буквально с того света. Вот. Остальные тоже не вернулись. Не знаю, как суть был. Но я, по-моему, вам уже рассказывал, что вот там, где университет, от Нагорького, от Семашка до Соборного, это был польский квартал. Греческий. Польско-Греческий. Там, кстати, вот там, где этот зал демонстрационный, там стояла кирха, польская церковь. А я учился в 36-й школе напротив. Мы туда бегали, она уже не работала. И вот пришёл приказ посадить тысяча, допустим, греческих националистов. Националистов. Ну, страшно же были националистов сажать. Сажают. Тысяча польских. Не набираются. Берут соседи. Русских, евреев, армян и так далее. Одним словом, там жил мой соученик, Гарик Микутский. Поляк, наверное. Не знаю его судьбы. Потом, во второй класс он не пришёл. Так что, наверное. А сейчас несколько слов скажет Дмитрий Коваленко, который и снимал Леонида Григорьевича всё это время. Завершает, получается, этот цикл. А? Завершает. Добрый день. Добрый день. Значит, я сейчас смотрел, а ведь это все десятки раз пересматривал, я когда выбирал эпизоды, работал над тремя фильмами, монологами, на базе этого материала, который был снят в 2007-2008 году. Я хочу вкратце рассказать о том, как вообще эти съёмки получились, можно сказать так, потом, что из этих съёмок получилось. Значит, я был многолетним поклонником Зазёрной школы поэтов. И от Жукова, и от Калашникова как-то слышал, что есть какой-то у них предтеча, какой-то духовный отец, вот Григориан его фамилия, даже стихи какие-то, не помню, попались мне где-то в журнале, что ли, или в какой-то книге. Тогда как-то меня эти стихи не зацепили, но прошло достаточно много времени, и Виталий Фёдоров, многим известный в этом зале, предпринял такую отчаянную попытку Жукова вернуть на те орбиты. Он узнал, что Жуков не в Москве, что Жуков жив, это был 2007 год, и он бросил свои финансы, свою энергию, своё, так сказать, восхищение этим фактом, что Жуков здесь близко в Таноисе. И вот, когда стали мы снимать Жукова, а это была моя идея давняя, что надо сделать фильм о Зазёрной школе, о Жукове непосредственно, он сказал, а что вы меня снимаете? Надо снимать Григориана. И вот пошли мы с камерой Виталий Фёдоров, Володя Смоляков, поэт и музыкант, и я, взяли ему бутылочку красного вина, и, созвонившись заранее, явились с этой бутылочкой. Ну, разговор был сначала такой неопределённый, я, правда, камеру сразу поставил. И вот, меня, конечно, Алин Григорьевич очаровал сразу, с первого уже вот этого суховатого, такого крепкого рукопожатия в тёмном коридоре, потом нас проводил в свою залу с этими великолепными книжными полками. И вот мы общались, попивали это венцо, оно довольно быстро закончилось, и тут он меня сразил полностью. Он встал и, кренясь, как парусник, в бурю при боковом ветре, переместился к занавеске, а это был, по-моему, месяц, и двери были открыты на улицу Горького, и сказал, попробовали вашего аристократического венца, а теперь попробуем моего демократического. И за шторы вытащил такую полторашку какого-то наливного вина, оказывается, там где-то была разливайка, он туда наведывался, и независимо от того, что придут гости или не придут, эта заначка там находилась. Разговор, конечно, пошел живее. Собственно говоря, первый визит был о том, чтобы нам как-то встретиться и поработать вот на определенных направлениях. Значит, было снято, по-моему, около пяти или шести часов материала. Я старался там минимально участвовать, тем более сама идея не предусматривала присутствие кого бы то ни было. То есть, по-моему, сейчас вот у меня, видевшего и снимавшего, это была полная иллюзия, что Леонид Григорьевич прямо вот к нам, к нашей аудитории обращается, напрямую к каждому из сидящих здесь. Поэтому, значит, иногда я увлекался. В чем для меня открытие вот такого человека, как именно, не столько даже поэта в начале, как личности, было очень быстрым, очень сильным, впечатляющим и очень родственным. Дело тут такого рода. Дело в том, что мой дед, в честь которого меня звали Дмитрием, Дмитрий Адрианович Коваленко, всю свою жизнь, с 17 лет до 39, посвятил народному образованию. И в конце 30-х годов он был заучим Рассельмашевской школы, откуда был взят компетентными органами и, очевидно, расстрелян в том самом здании, которое по сей день стоит на улице Садовой, тогда Энгельса, да? Вот, поэтому с детства я был правильно воспитан. То есть акценты этические, политические во мне были расставлены правильно. И поэтому в беседах с Леонидом Григорьевичем у меня не было, как бы, десинхронизации. Я здесь засинхронизировался с ним молниеносно. Когда он рассказывал про своих друзей, большинство у которых отцы были арестованы, его отец был репрессирован, но, к счастью, остался, жил. И еще был один момент. Я человек, обожающий слушать чужие рассказы. А Энгель Григорьевич, как вы знаете, обожал рассказывать. И мне действительно, потом я уже приходил с камерой один, без товарищей своих, и я только осознал вот в эти дни предшествующие нашей встречи, что мне выпала редчайшая удача общаться с Григоряном один, ну как, визави, так сказать, один на один. Не то, чтобы он дружеский круг, который бы я, наверное, никогда не попал, если бы не было этой идеи Жуковской, что надо Григоряна снимать. Он был очень гостеприимен, очень любезен, охотно рассказывал. И тогда еще было неясно, что из этого получится. Но одну тему мы наметили, к сожалению, ее уже не осуществить, поскольку Ленин Григорьевич был человеком остроумным, злоязыким, и в этом ролике тут заметны характеристики некоторых персонажей. Тут либо мерзавец, либо прекрасный человек, среднего не дано. Решили мы сделать материал для фильма «Ростовский литературный серпентарий». Так мы назвали его, предварительно было рабочее название. Но потом Ленин Григорьевич стал нахварывать, прихварывать, попадать в больницы. Ну и все, что дело хуже, хуже. Он не отказывал в дальнейших визитах. И, к сожалению, это не было снято. Дальше по поводу фильмов. То, что можно увидеть и что нельзя увидеть на Ютубе. Значит, есть у меня на Ютубе канал. Вначале я просто написал «Дмитрий Коваленко». Но поскольку у меня есть малоизвестный кому литературный мой псевдоним «Аполлон Гусаров», я, значит, прибавил Коваленко буквально на днях дефис, чтобы легче было найти Коваленко Гусара, Дмитрий. И, наверное, нужно в поиске сразу ставить, допустим, там Леонид Григориан, там Дмитрий Коваленко, условно. Какие-то ролики сразу выскочат. Но лучше выйти на канал. Часть роликов на канале либо не открыта. Возможно, вот Леонид говорил, что он через группу, вот этот ролик. Он, кстати, был исключительно по ссылке для Леонида приготовлен. Поэтому там есть еще небольшие ролики вот какого рода. Когда издавался трехтомник издательством «Старые русские», Наталья Васильевна Старцева попросила, она уже знала о том, что есть первый фильм, это «Воспоминания о детстве», о предвоенных, военных годах, о юности. Фильм, который я сделал по собственной инициативе, она мне заказала. Фильм, который мы назвали «Короткие встречи». Это были эпизоды, посвященные знакомству Леонида Григорьевича с известными литераторами отечественными. Ну, это, конечно, золотые имена. Там Фазиль Искандер была так вот, Джао Васильев Аксенов. Я сидел, уши у меня вот так вот, рот отрисал, уши вот такие вырастали, потому что для меня это было величайшее наслаждение все это слушать. Ну, естественно, все это фиксировалось видеокамерой. Так вот, когда я сделал черновой вариант фильма, а там были эпизоды достаточно кардинальные. В частности, эпизод, он доступен отношения Григориана и Юный Морец, которые вначале были радужными, а потом стали не очень радужными. Очень смешной, очень, я бы сказал, такой на грани допустимого в этическом плане. Но я рекомендую посмотреть. Я когда смотрю, я смеюсь. Вот удивительный факт. У меня есть внук девятилетний, Тёма, и у него привычка с малолетства осталась. Если я за компьютером сижу, он лезет на колени. Ну, там мультики что-то смотрели. И вот я смотрю, Григориана что-то просматриваю, а он лезет. Говорю, Тёма, ну что ты лезешь? Говорю, мне неудобно. Ты мне затмеваешь экран. И зачем тебе это? Это взрослый человек, ты его не знаешь. Он говорит, дедушка, когда я увидел этого человека, он мне говорит, мороз по коже пошел. А мороз по коже, это значит, я знаю, что это что-то очень важное и хорошее. Вот это такая оценка ребёнка была. С тех пор, если такая ситуация повторялась, я его уже с колен не сгонял. Ну, собственно говоря, вот из того, что Старцева забраковала, в частности, эпизод «Сюнный морец», ряд может встреч с менее значительными литераторами. Я из этого сделал третий ролик. Второй ролик я не выкладывал полностью, потому что я связан, наверное, хоть и устными, но такими, скажем, отношениями. Мне заплатились деньги за второй фильм и распространять его, там продавать или показывать со Старцева я не согласовал. Хотя любой, у кого есть диски, наверное, также может выложить в интернет это все независимо от меня, может быть. Вот. Ну и буду завершать, потому что, по-моему, я обо всем рассказал, о том, что где можно посмотреть, как можно посмотреть. Рекомендую, почему? Не для саморекламы, потому что канал, естественно, там никакой монетизации там быть не может на нем. Просто хочется, чтобы это не пропало в тоне, чтобы люди видели, смотрели, делились, может быть, с более молодыми поколениями. Вот. Уникальный Ленри Григорьевич человек, и я ему еще благодарен вот за такую вещь. Он упомянул, как-то в разговоре, говорит, я, слушаю с наслаждением полный Альбац. Я говорю, что за полный Альбац? Это есть такая журналистка, есть такая радиостанция Эхо Москвы. Не слышал про такую радиостанцию, ни про какую Альбац я не слышал, но компьютер у меня был, и я нашел быстренько это Эхо Москвы, и увидел, что там, к моему величайшему счастью, огромные архивы, в том числе рубрики «Авторская песня». А я много лет жизни посвятил этому жанру. И после этого я увидел, что там чудесные люди интереснейшие, которых так вот в жизни не встретишь, там собеседники. И я вот много лет уже, 10 лет, да, как мы с Ленри Григорьевичем познакомили, даже чуть больше, для меня очень важно. Я только и знаю, что накачиваю в телефон, наушники в уши, и при всякой возможности я это слушаю. Так что спасибо, Ленри Григорьевичу, вообще за все, что он в жизни сделал, и в частности, вот эта встреча с ним, это, конечно, очень важно, незабываемо. Всегда смотрю с наслаждением это все. Спасибо за внимание. С огромным удовольствием мне хочется предоставить слово Елене Николаевне Иваницкой. Моя благодарность Леониду Григорьевичу, наверное, больше и выше всего, что может быть. Леонид Григорьевич подарил мне дочь. И сегодня я с радостью могу сказать, что к юбилею Леонида Григорьевича моя и его дочь подарила ему и планете близнецов. Артема и Тимура им сейчас месяц. А возвращаясь к тем временам, скажу буквально два слова, учитывая то, что уже и сказал сам Леонид Григорьевич в ролике, в фильме, и то, что сказал Дмитрий. Это тема верности, прежде всего, когда речь идет о том, что ГБ проводило тайные обыски, ГБ следило. А я на это отвечаю, что если друзья верные, и Леонид Григорьевич мог бы ответить, если друзья не выдадут, то тайна остается тайной, как и осталось на много-много лет наша тайна с Леонидом Григорьевичем. Никто, кроме самых доверенных друзей, которые молчали, не знали, что моя дочь Надежда это дочь Леонида Григорьевича. Несмотря ни на какие обыски, ни на слежку, не было стукача, и никто не знал. Они знают только то, что либо мы сами по неосторожности скажем, либо скажет друг, который на самом деле враг. Это первое. Когда я смотрела фильм, когда слушала Дмитрия, то тоже все это вспоминала. Конец 1985 года. Это ужасная статья в Молоте, в газете областного комитета партии. А наша с Леонидом Григорьевичем дочка уже родилась. И Новый год на пороге. И вот с одной стороны, конечно, ужасные нервы, я ведь это тоже все помню, что было с Леонидом. Это и на меня отражалось эхом. А ребенок-то ножкой топает под елочкой и поет «Заинька, попляши!» Так вот, Заинька вырастет. Заинька – это будущее. А они все, никто их и добрым словом не вспомнит. И кроме проклятий ничего на них не обрушит. Вот у меня и у Леонида Григорьевича в тот ужасный декабрь вот оно было уже счастье, которое пела и топотало. С тех пор мы с Леонидом Григорьевичем и интервью делали. Большое мое интервью с ним было опубликовано в педагогической газете 1 сентября у Симона Соловейчика, газета, которая сейчас, к сожалению, в 2014 году по ну, понятным причинам была закрыта. А мои воспоминания я написала после кончины Леонида Григорьевича. Они опубликованы. Опубликованы ну, по стечению обстоятельств не в Ростове, не в Москве, где я сейчас живу, а в Петербурге. В журнале Нева в 2012 году в 9 номере. Сама редакция журнала Нева дала моему мемуарному очерку название «Сошел бы без труда за Смодея». Это собственные слова Леонида о себе из стихов. Если у кого-то есть вопросы, я понимаю, что наша история с Леонидом романтическая. Я готова ответить. Сейчас тайна открыта. Если вопросы есть, я скажу. Если нет, спасибо за внимание. Моя публикация в журнале Нева находится в журнальном зале в том, который сейчас на платформе Горький. то есть прямо открываете сайт в журнальном зале Невы и он там сейчас есть, но должен быть и в архиве прежнего журнального зала, который в прошлом году делал перерыв на один год в своей работе, а сейчас закрыт. Нева 12-й год, 9-й номер. Сошел бы без труда за Смодея. Моих публикаций это должна вам сказать весьма объемный текст, где я постаралась собрать все, что могла сказать и о поэзии и наших разговорах с Леонидом о поэзии и о социальной и даже политической стороне, потому что наши отношения были подпольными в самом прямом и натуральном смысле. Это был секрет, который охранялся. Это были переговоры только из автомата, только после того, как два звонка трубку повесил, потом из соседнего автомата уже трубка берется. Ну, а как иначе, если Леонид это был первый диссидент Ростова, а я была начальственной партийной дочкой. Абсолютный секрет подпольные отношения. Да и раскрылась это даже не секрет, поскольку все это было долго и серьезно, это и была долгая и серьезная тайна. И раскрылась то она уже, когда наша дочь подросла, так, этого никто не знал. Спасибо. Спасибо за внимание. Я хочу предоставить слово человеку, которому очень давно, в 90-х годах, познакомил меня с Григоряным, он, естественно, это не помнит, это Олег Лукьянченко. Это было в издательстве экспертное бюро, я потом тебе расскажу, ты, наверное, уже забыл. Я прошу прощения, что вышел с чемоданом, он понадобится по ходу моего расклада. Я маленькую преамбула хочу сделать, я привык выступать и перед микрохоном, и без, как бы, совершенно обыденное для меня дело, а сегодня волнуюсь, поэтому заранее прошу, чтобы вы меня извинили, если это будет заметно. Почему волнуюсь? Ну, вот, увидел в живе человека, которого уже 10 лет почти нет, как так показалось, что сейчас выйдем, пойдем в эту самую квартиру на улицу Горького и сядем за этот самый квадратный стол, но ничего этого не будет, поэтому я перейду непосредственно к делу. Я буду, а, вот что я хотел еще сказать. Григорян это такой человек, о котором можно говорить много и долго, поэтому, прежде чем вот так выйти и выступить, я перебирал, о чем бы сказать, может быть, о том, как мы готовили с ним в 90-м году первую вот такую уже свободную книжку, вышедшую в рост издатель затерянную тетрадь, или, может быть, о том, как мы на протяжении 10-ти почти последних лет его жизни постоянно, часто, регулярно печатали его подборки в журнале «Ковчег». Может быть, о том, что, вот об этом, наверное, сейчас я и скажу. Дело в том, что Григорь не только аж поэтом был, как мы о нем знаем, это была личность многогранная и в литературе в том числе и он еще, ну, например, написал очень известную вещь, прозаическую под названием «Мэтр», рассказывающую о Сергею Федоровиче Ширяеве, латинисте, преподавателе Ростовского университета 50-х, 60-х годов. Он писал разного рода критические, публицистические статьи, памфлеты, печатал их в газетах «Демократический дон», «Наша южная литературка», которую сейчас вот исполняется в эти дни 20 лет. Главный редактор Наталья Васильевна Старцева присутствует здесь. Тоже был там Леонид постоянным и почитаемым автором. Но я все-таки и не об этом хочу сказать, а о том, что Леонид Григорьевич Григорьян послужил еще прототипом, прообразом, персонажей литературы. И тут вот, кстати, очень Елена Николаевна недавно напомнила, я об этом совершенно забыл, дело 25 лет назад было, о том, что в 94-м году в журнале «Новый мир» была напечатана повесть ростовского автора. Я не буду называть его имя, потому что это понятно и так, о ком идет речь. Название я не помню, но и сам я ее не читал тогда. Но сам Леня однажды показал мне хитро и хитро улыбаясь этот номер журнала «Шестой новый мир» за 1994 год и сказал «Смотри-ка, что тут Валера обо мне написал». И в этом самом номере я действительно узнал, правда, в карикатурном виде нашего любимого Леню изображенного под фамилией Мурлян. Кому интересно, можно прочитать все это сейчас в интернете, на сайте «Нового мира». Но вот такая картинка имела место и Леня отнесся к ней юмористически. Он сам находил самые яркие места с его точки зрения и показывал и объяснял, кто же имеется в виду. Я вам, конечно, ничего этого рассказывать не буду, если с вами заинтересуетесь, сами почитайте и узнаете. Но это еще не все. Был еще в Ростове один известный литератор и даже писатель Антон Герасченко. Он написал роман под названием «Ростов папа». Это было уже где-то, наверное, в конце 90-х годов, может быть, даже в начале нулевых. И в этом романе опять-таки Леня послужил прототипом персонажа весьма карикатурного по имени Леонард, донского поэта, который в основном известен тем, что совращает студенток своим, которым он преподает. Ну, то есть, видимо, автор сильно был огорчен, что у него нет таких студентов, которых можно было бы совращать, призавидовал и вот изобразил такого опять-таки персонажа карикатурного. А потом была даже какая-то рецензия на книжку терпкая, благо, была такая у Лени небольшая книжка в конце 90-х, рецензия появилась безымянная под названием «Терпкая брага». И, соответственно, Леня тоже, когда ее прочитал, сказал мне «О, узнаю тоже автор». То есть, вот были такие недоброжелатели, которые нашего героя изображали в карикатурных тонах. А потом случилось так, что появилась книжка, книжка появилась. Вот такая книжка под названием «Провинция зла». Она, отрывки из нее печатались начинающие с 91-го года, а затем полностью в журнале «Ковчег» в 2008-м году. Леонид Григорьевич принимал активное участие в создании ее второй части, тем, что посвящал меня в некоторые подробности литературной жизни Ростова, которые из тех времен, которые мне еще были неизвестны по малолетству. И вот кое-что связанное с этой самой квартирой я хочу вам коротенько процитировать для того, чтобы передать атмосферу. Это будет очень недолго, много времени я вас в этом смысле не займу. Значит, мы возвращаемся опять в тот самый год, который уже упоминала Елена Николаевна, Лавна. Это 1985 год, сложный год в жизни Леонида Григорияна. И в этой книжке тот персонаж, прототипом которого он послужил, носит не имя собственное, а назван просто Мэтром с большой буквы. Ну, а дальше вы поймете. В гости к Мэтру Андрея пригласили впервые. Раньше они были знакомы лишь заочно. Андрей воспринял это как знак недоступной ранее причастности к миру литературной элиты провинцеграда, миру опальному, маргинальному, франдерскому и потому особенно манящему. собственно мир этот ограничивался узким кружком и попасть в него доводилось далеко не всяко. Дальше речь идет о друге, о нем еще будет сказано позже уже от его именно лица. Друг же был вхож к Мэтру со студенческих лет на правах воспитанника или может быть ученика и черпал из богатейшей библиотеки наставника раритеты серебряного века и двадцатых годов. Парижские, ардисовские и прочие закордонные книги, не говоря уж о крамольных перепечатках самызлята. Вся эта запретная роскошь через друга доставалась и Андрею, так что культурное энергетическое поле Мэтра не миновало и его. Мэтр преподавал латынь, переводил французских экзистенциалистов, писал стихи, проходящие по разряду книжной лирики, печатался в центральных журналах, за что, разумеется, был люто ненавидим сворой подонских вершеплодов. Это один маленький кусочек и вот еще один. Затем застолье перешло в новую фазу. Хозяин периодически передвигался вокруг стола легкой подпрыгивающей походкой и подливал гостям в бокалы. У него мефистофельский профиль и такая же бородка с бакенбардами, но при этом добрые и чуть виноватые глаза. Очень выразительная мимика. Жидкие пряди волос почти не прикрывают темечка, он тянет сигарету за сигаретой и разгоняет дым рукой. Бесполезно. лицо окутано колеблющимся флером. И вот после этого упоминания о сигаретах мне сразу на ум приходят строки Валерия Рельцова, которому я еще через две минуты передам слово строки. там вовсю угождал сигаретам, возжигая одну за другой. Латинист, урожденный поэта, дон кишот с перебитой ногой. Валерия, извини, что я, может быть, тебя заранее, но ты повторишь, я думаю, это не помешает. А теперь вот книжка, если это кого-то заинтересует, можно будет ко мне потом подойти, а теперь я перехожу к этому самому упомянутому другу. Тут имеется в виду мой однокурсник и давнишний друг Сергей Иванович Чупринин, воспитанник и ученик Григорияна, ныне главный редактор журнала «Знамя», профессор, доктор филологических наук, автор множества книг, наш ростовчанин, и он сам не смог побывать на нашем сегодняшнем собрании, он прислал мне коротенькое сообщение, которое должно заменить его выступление. И вот его я вам сейчас прочту и после этого освобожу микрофон. Итак, выступление Сергея Ивановича Чупринин «Когда я впервые пришел на улицу Горького, там, в памятный дом рядом с пожарной частью, мне еще и двадцати не было. Первокурсник, филфаковец, мальчишка, а Григориан, мало того, что намного старше, так еще и поэт, безусловно, крупнейший поэт из всех, кого я к той поре видел. Поэтому и отношения с самого начала у нас установились естественные. Он учитель или, лучше сказать, оставник, я ученик, ведомый. Естественно, что он и звал меня Сережей, а я его Леонидом Григорьевичем. И все на «вы», конечно. Но годы шли, и Григорияна, для кого литература была делом домашним, и все, кто пишет, понимались как один дружеский круг, эта дистанцированность стала тяготить. «Давайте упростим», предлагал он. Но не ни раз, ни два. И я, видя Бог, старался соответствовать. В глаза называл его Леней, зато про себя за глаза только и исключительно Леонидом Григорьевичем, как старшего. Он и сейчас остается для меня старшим и, наверное, главным человеком в моей жизни. Научив многому, в том числе и вот этому пониманию литературы как дела домашнего, опишущего сословия при всех наших раздорах, как одной семьи. Но не стоит семья без старших, без тех, кто, как Леонид Григорьевич Григориян задает пример нашей жизни. И пример этот, уже превратившись в легенду, переходит ко всем новым и новым поколениям пишущих. Мы помним, кто рядом с нами жил. Мы знаем, кто и сейчас с нами, оставаясь, как и десятилетия назад, старшим уже навсегда. Спасибо за внимание. Валерий Рыльцов уже объявил Олег Лукьянченко. Я приглашаю вас. Как раз тот случай, когда очень трудно говорить, потому что, ну, в принципе, Григориян уже стал легендой городской. И, в принципе, все ключевые моменты этой легенды, они уже на слуху, о них много написано и рассказано. Все это вот. История с книгой Дневник, история с вызовом вопком, история с защитой Виталия Семина, с клеветой Аршака Термаркарьяна. Все это все уже знают, поэтому как-то повторятся. Вот. Я немножко о быте хочу сказать. Собственно, о Григорияне я узнал от Елены Нестеровой. Примерно в 79-м году она прочитала его стихотворение на летобъединении. Ну, все знают его. Среди базара у лотка не видя многолюдья напористого сосунка кормила баба грудью. И прямо ну, прелесть стихи. А потом это вы не знаете этого поэта? Я говорю, нет, первый раз слышу. Так вот, возьмите, дает мне книжку его перо. Это, говорит, вам насовсем, а вот эту вот мне вернете. Эта книга запрещена госбезопасностью дневник. Ну, прямо с дрожью я его взял, и она сразу открылась на строчках «А государственность стоит на лучевых и на берцовых». Ну, Господи, как это хорошо. Вот, потом каким-то образом товарищ мой Жора Буровчук познакомился с Леонидом. Каким образом, не знаю, но он стал вхож в дом. Там фактически у него завхозом работал, продукты ему носил, корреспонденцию отправлял. Даже случай такой был, соседка сверху стала выбрасывать в ванну, очень приличную в ванну. Жора ее сразу засек, прибежал, Леня, мы сейчас тебе в ванну заменим. Тут, конечно, артачится, стал, ничего не надо, у меня все хорошо. Буровчук вызвонил товарища своего, Валеру Иванова, они вдвоем его в ванну сняли, оттащили, выкинули, поставили эту. Григориан потом мне показывал, говорил, смотри, какая у меня ванна красивая, это все Буровчук поставил. Ну а в 98-м мы сделали книжку с Пожидаевым и Буровчуком и предисловием написал Григориан. Это был повод прийти к нему в гости, после чего так вышло, что я стал у него периодически в гостях, слушал все эти рассказы, там здесь действительно был такой рассказчик, которого вот только слушать там, ну что я ему могу сказать, потому что все это неинтересно то, что я ему могу сказать. Вот. И самое было, что хорошее, можно было принести ему свои стихи, он их прочитывал, прочитывал глазами. Вот не то, что я ему буду, чем мы их прочитывал глазами и потом свое отношение, это было что-то. Вот прийти к Лене и показать ему свои стихи. Кстати, не я один такой, он мне историю рассказывал такую, с юморком. Говорит, вчера звонил Мося Иткин, говорит, я сейчас тебе стихи прочитаю. Ну, давай. Он читает. Я, говорит, ему, говорю, Мося, ты же мне это уже читал. Он говорит, ну как же ты не заметил, там же была запятая, а теперь восклицательный знак. Вот. А потом ну так совпало, что мы нашего нового опять-таки председателя союза было горячее желание у Григоряна сменить и выбрали Михаила Коломенского. И тому было очень трудно поначалу, потому что оказалось союз наш нигде не зарегистрирован, ничего о нем не известно, надо было все это проходить. И везде в инстанциях не понимали, зачем нужен второй союз, когда уже один есть. Ну и мы решили вот сделать такую книжку перекресток с авторами из союза нашего, чтобы Коломенский мог ее показывать и говорить, вот, вот наша наработка. конечно, как можно делать книжку без Григоряна? Это как градообразующее предприятие. Есть он, книжка есть, нету, ну нету. Пришли к нему, Леня, вот есть такое. Он как-то так спокойно, ну если вам надо, делайте, а мне это не надо, потому что все, что я хотел, я уже напечатал. Ну ладно. Мы и стали делать, составили его подборку. Ну там одно стихотворение, оно мне нравилось очень, метель, ломбада, свеча. Ну вроде бы посвящено женщине, и там эти даже не реминесценции, а такие вот любые обращения к христа-матейному тексту, к известному, ну прям мне это как бальзам на душу. Но там были такие строчки, не идеален он, а и реален придворный хмырь паратов Михалков. Вот совсем оно никак не вписывалось, все, и мы к нему пришли, чтобы как-то вот, чтобы он эти строчки выкинул, кто такой, кто такие мы, кто такой он. Ну я начал, говорю, вот мы вот хотим это. Он, да, 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 только там надо четыре строчки выкинуть. Я говорю, а какие именно? Ну и он именно эти строчки показывает. Я говорю, Леня, вот я как раз хотел спросить, а почему они там? Говорят, мы с ней, это вот откуда все пошло? Это вот женщине знакомой посвящено, и у нас с ней был разговор, и она сказала, что идеальный мужчина по ее понятию, это вот Михалков в роли Паратова. И вот этот вот стих получился. Я говорю, ну и что? А потом мы с ней разговариваем, я эти стихи показал, она говорит, а почему тут Михалков Паратов? Я говорю, ну ты же сама говорила, да я просто так сказала, я уже и забыла про это. Ну и хорошо, стихи остались. Вот. А вы покажите, какую вы подборку у меня взяли. Ну на, смотри. А он сразу посмотрел, не согласился, хотя говорил, что ему все равно. Начал, что туда нужно включить вот эти вот стихи. Вот как раз ключ поворачивается в замке и все эти тли там и прочее, прочее. Я говорю, Лень, ну уже это прошла, эта ситуация, это уже в прошлом, этого уже не будет. Кстати, я оказался не прав. Вот. Уговорили его. Но во что бы то ни стало, выкинуть стихи Лакримоза. Очень хорошее стихотворение. Я говорю, а почему? Оно же вон, очень слезливое. Очень слезливое. У меня тут и так слезы много. Ну ладно, вроде мы его из рукописи убрали, вроде бы выкинули. А потом я Жорке говорю, Жора, ну вот, я так думаю, если лет через сто будет составлять антологию одного стихотворения, то это стихотворение Григоряновское, оно туда войдет обязательно, потому что каждый сталкивается с ситуацией, когда выходит в мир любящий мир и уверенный, что мир тоже его любит такого красивого и все такое. И когда он сталкивается первый раз, что никому он не нужен в этом мире, у него вот это вот возникает такое за что же меня такого хорошего, за что? Вот. В общем, мы поставили это стихотворение. Игорь Бондаревский сделал гранки и тут Григорянов затребовал, покажите мне гранки. Ну, мы принесли. Он, я ставил, а это что такое? Я же это выкинул. И вот так вот квадратиком обвел и крест на крест перечеркнул. Этого не должно быть. Ну, хорошо. Мы ушли и, конечно, вернули обратно его. Вышла книжка, получили мы тираж, притащили к нему сразу же, он схватил, начал листать и увидел. Бросает книгу, говорит, а это, мать ваша, что такое? И вот тут, ну, это надо было видеть. Бурочук хватает книжку, открывает, смотрит, поднимает вот абсолютно правдивые голубые глаза и говорит, не знаю, наверное, Бондаревский вставил. Ну, Леню тоже надо было видеть. Вот были бы волосы, они бы у него дыбом встали от электричества, от нагряда уже. Ну, все, что он смог сказать, только Бондаревский. Ну, в этом вот слове это было все, весь этот вот ненормативный лексикон, которым он так хорошо владел в обычное время. Ну, потом, ничего, книжка пошла, книжка вроде бы нормальная. Вот. Что еще? Да, я же говорил, читаю ему стихи, и всегда идешь, и вот что-то принести. И как-то не получалось что-то новое принести, но у меня был один старый стишок, я его немножко подправил, часть выкинул, часть переписал, вроде бы так более или менее прилично получилось. Потому что прихожу, Леня сразу спрашивает, что принес? А вот принес. Он начинает читать, потом смотрит, и молчит. Я говорю, Леня, что-то не так? Ты, говорит, понимаешь, такое впечатление, что эти стихи писали два разных человека. Я говорю, ну как, ну я писал, нет, вот смотри, вот это вот писал один, а вот это вот писал другой. Ребята, я до сих пор не знаю, он не видел этого стихотворения раньше, никогда. Как он смог это разобрать? Откуда он это смог? Абсолютно, абсолютно. Вот какое-то вот чутье у него такое, которого никогда я с этим не сталкивался, наверное, не столкнусь уже больше. Ну, одно стихотворение я ему прочитал, посвященное ему, в смысле того, что я ему дал листочек, он его прочитал, так бормочал вслух. Потом, ничего не говоря, подхватился, тоже в свои прихрамывающие походки, подошел и у макушку меня поцеловал. Поэтому я вообще, этот стих, это срезает времени фреза, посвящение ему, я вам, вообще он так вот вот освящен, вот, таким отношением. Ну, а потом я стал писать воспоминания, он тоже был против, говорил, кому это надо, никому это не надо, мы такие мелкие, мы никому не нужны, никому не интересны. Ну, а потом уже, когда вот заболел, он тоже стал, вот, кстати, кстати, серпентарий, написал этот серпентарий, отдал его в ковчег, там он долго лежал, потому что, Ленин, почерк разбирать и переводить его в что-то осмысленное, это не было желающих. Я, когда узнал, попросил Ленину Огневу, она мне принесла текст, я его набрал и тоже переправили в ковчег, где его прочитали и сказали, ну, это уже все известно, это второй раз повторяться, смысла нет, печатать. Тогда я переправил в Релгу, Акопову. Акопов тоже посмотрел, говорит, это надо с автором согласовать. Пришел к Григоряну, говорит, вот, вот, я уже забыл, о чем я там писал и вообще ничего печатать не надо. Так оно и оказалось ненапечатанным. Ну, в принципе, там много таких вещей, которые действительно уже были известны, ну, были и такие эпизодики, которых мне жалко, вот я сейчас хочу один рассказать. Ну, после там, та-та-та-та, говорит, стоим в пивной с ребятами. Ну, и ребята ж, наверное, видят, они ж на него смотрят, говорят, Леня, напомни-ка эту эпиграмку известную. Ну, она, говорит, я, встал в позу и прочитал. Среди сапожников всех стран считают лучшими армян. Сапожник лучший среди армян, поэт ошел к горнокирьям. И, потом, что, слышу страшный рев, оборачиваюсь, а за средней стойкой стоит горнокирьян с женой. Схватил ее подмышку и вытащил оттуда. Вот, говорит, я не знал, ну, вот так вот случилось. Ну, вот, это, собственно, теперь я, время есть у меня еще? Значит, я хочу это с четверения, посвященное Григориану, прочитать. Срезает в времени фреза азарт лица и плоти порох, как недовина тормоза не отменить краев, в которых злодействует пора утрат, нас обрекая на забвенье, каким люминофором брат на стенах третье поколение напишет знаки наш типаж, уничтожая без вопросов, что им глубливым эпатаж трубящей эры паровозов, воздав хвалу за право врать любым громам, любым опалам, мы помним ужас потерять себя в блужданиях по шпалам, когда не видно ни кия, темные тома придворной прозы, куда вела-то колея, где надрывались паровозы, хотя теперь цена пятак, и машинистам, и мытарствам, да все не попадаем в такт с медвежьим шагом государства, с срапинами вместо ран, мы светлячки, а не светило, нам, чтобы выйти в мастера, адреналина не хватило, мы жизнь прогрезили в потьмах, мы так и не дождались света, но в исторических томах страницы выдраны про это, где мировой пожар гудел, нам, уцелевшим погорельцам, масштаб нерукотворных дел, километровый столб у рельсов бреду при страсти храняк, цветущим женщинам и вишням, мое бессмертие меня переживет на месяц с лишним, если правду век такой, бег до разрыва сухожилий, никто нас не возьмет в покой, а света мы не заслужили. Ну, если можно, еще несколько стратворений Григоряна. А квадратный долго будет? Нет, квадратный не будет. Ну, что ж, это мое, не обо мне разговор. Кстати, да, много гражданственных стихов у него и много стихов лирических. Это вот как раз я считаю истинность поэта подтверждается гражданственными стихами, когда не только собственные оболячки волнуют, а вот то, что происходит вокруг. Ну, а масштаб, конечно, то, что пишется о любви, тут никаких. Жизнь была и несносной, и сносной, и уже не пристала жалеть, что высокой любовью, как оспой, лишь однажды пришлось отболеть, как ее воскресить из глубинки, раскидав полуправду и ложь, только оспинки, только щербинки, только легкая смутная дрожь. Не припомнить ни прелесть, ни смуту, и лица не припомнить уже, лишь окно до сих пор почему-то все горит на шестом этаже. Нет ни радостных смут, ни смутьяна, ни пленительных скрипок, ни труб, только нежное имя Татьяна ненароком сорвается сгуб. Так, ну, из... Сейчас, сейчас, минуту. А, это вот уже одно из последних, это середина девяностых. Распались, разделились, раскололись, уткнулись носом в пепел и бурьян, остался раскаленный мегаполис, и руваные ошметья по краям добились, доборолись, доигрались, ни топырицарь, ни других землян, дымится современный апокалипс, и три коня несутся по полям, треск автоматов загружает, заглушает мелос, и как нам, сыновьям, растолковать, что нам совсем не этого хотелось, когда рвались в высоты штурмовать, когда вокруг, когда крест невыносимо душно, и друга нет, а не другом не счесть, как славно знать, что в Петербурге кушнет, и что в Москве олег чухонцам есть, они, того не ведая, причастны ко мне, один корит, другой бодрит, один счастливый, а другой несчастный, совсем как Гераклит и Демокрит, они со мною рядом безотлучки, они дают уроки задарма, один поет, о, ласточки, о, тучки, другой хрипит, о, вороньё, о, тьма, они мне оба на душу ложатся, и я люблю их точный звукорят, а понад домом вороны кружатся, но чуть повыше ласточки парят, я говорю, ты знаешь, Чухонцев обиделся, что ласточки выше, я говорю, Лёнь, ну это ж, во-первых, закон природы, ласточка она легче, она выше, а к тому же кушлях же выше, она так вот нет, Чухонцев выше, ну ещё одно стихотворение, хотел пошевелиться и не смог, глянула, взглянула, крест растерянный, дико хотел позвать на помощь, но комок не пропустил панического вскрика сковалось тело ледяное стынь, смирительной рубашкой из металла, пустынный, нескончаемый пустырь, свирепая позёмка подметала, ты через силу на локтях привстал, одолевая леденящий ветер, о, Господи, беззвучно прошептал, я здесь, сынок, Господь тебе ответил, ты снова грудью к пустырю приник, и спирту отхлебнул из мёрзлой фляги, и ангел в отдалении возник, под видом бородатого бродяги, и на ноги ты встал, не чуя ног, и ощутил, что ты, Господня, семя, а он тебе пойдёт, терпи, сынок, ты не умрёшь, пока ещё не время, дошёл к логосалу, ветер лютовал, над пустошью казалось беспредельной, а ты, смеясь и плача, крест надельный, горячими губами целовал. Я хочу сейчас предоставить слово человеку, которого можно назвать ближайшим другом Леонида Григорьевича Григорияна, поэту Леопольду Эпштейну, который проживает в городе Бостон, в Соединённой Штатах Америки. Он прислал своё видео обращение. Рассказывать Лёнию Григорияне очень трудно. Он был моим другом, очень близким, очень хорошим, и когда попробуешь о нём рассказать, слишком много сразу набегает чувства и непонятно на чём сосредоточиться. Дело в том, что Лёня вообще был окружён мифами. Он был человек-миф и как всякое мифическое создание, вокруг него были истории, часть из них правдивая, часть из них совершенно неправдивая, но те, которые правдивые, тоже звучат как легенды. Кое-какие вещи я никогда бы не поверил, кое-каким вещами я никогда бы не поверил, если бы он не был свидетелем. Людям очень легко говорить так, чтобы получится нечто среднее между таким традиционным интеллигентом из анекдота и поручиком Жевским. И это, конечно, очень обеднило бы его, потому что он получал очень глубокий, глубокий, не укладывающийся в это в этой рамке. И с другой стороны, нельзя обойтись без этого, потому что говорить о Лене серьезным тоном странно. Он всегда относился к себе с юмором, с иронией, как и вообще. Сама ирония у него была очень большая. и по отношению к другим людям он тоже был очень ироничен. Значит, поэтому начну я все-таки с истории. Конечно, невозможно рассказать никакую историю, так как рассказывал он ее сам, что-либо он сам. Он был великолепным рассказчиком. Те, кто знали его, или те, кто даже видели его в видео, никогда не зная его личность, легко. Тут трудно спорить с этим. И самые серьезные вещи он рассказывал в такой немножко анекдотичной манере, но почему-то они действительно получались похожими на анекдоты. Значит, я начну с одной такой истории. В середине 70-х в такую густопсовую эпоху у Лени вышла книга стихов, выпущенная ростовским издательством под названием «Дневник». Хорошая книга, мне она очень нравится до сих пор. Тогда она вышла, ее выпустил какой-то рост издательства, совершенно прошел на все цензуры, какие можно, и выпустили, тут же запретили. Людям, которые не жили долго при советской власти, это понять трудно, но это уже, так сказать, вот уже некая анекдотичная история, начало. Но когда ее выпустили, то она появилась в крестках «Союза печати», пролежала там один день, может быть, даже полдня. Леня пошел в ближайший киоск «Союза печати» и купил несколько десятков экземпляров, 30 или 40, я не знаю. У меня вот есть один из них с очень приятной надписью от него. Он просто хотел раздать своим друзьям и послать поэтам, рецензентам, ну, критикам в Москву для рецензии. Что он и сделал, когда книга исчезла. И при этом ну что, исчезла, исчезла. Он пытался писать какие-то жалобы, начал. Ничего не поделаешь. Официально книга вышла, никто ее не запрещал официально. Вот она выпущена, все есть. А фактически ее нет, ее изъяли. И началась такая фантасмагория, когда книги нет, а на нее появляются рецензии, очень положительные в в хороших журналах, в новом мире, в юности, в знамени, в нюре, в звезде, я не помню, в литературном обозрении. Ну, то есть, просто большое литературное событие, о котором читатель не имеет никакого представления. Потому что Леня послал своим друзьям, потому что слух разошелся о том, что эта книга запрещена. Ну, естественно, что делается в таком случае, что делают друзья, они пишут рецензии. Они написали бы, наверное, большинство из них и так, но когда книга запрещена и рецензия уже не просто рецензия, а гражданского мужества, а гражданской поддержки они пишут рецензию. Значит, возникла ситуация, которая дошла очень быстро до обкома партии. Обком партии забеспокоился, что это происходит. Мы книгу запретили, мы изъяли, она везде, на нее, ну, в общем, она выходит положить на рецензии, как это может быть, как, кто допустил, кто виноват. Значит, по естественной логике советских партийных работников Леоня организовал вот такую вот компанию. Ну, и вот Леоню вызывают на ковер, его вызывают ко второму секретарю обкома партии, секретарю по идеологии, нет, наверное, третий, третий, ну, я не помню, кто был по промышленности, кто по идеологии, но, в общем, это один из секретарей обкома партии. По-моему, второй все-таки. И я не помню, как его звали. Первого секретаря звали Бондаренко Иван, Иван какой-то. А второго, как звали этого секретаря по идеологии, убей бог, я не помню, я его буду называть Иван Ивановичем. И вот он должен идти к Ивану Ивановичу. Значит, как полагается советскому человеку подготовиться к такому разговору? Ему нужно приготовиться, признать свою вину частично, естественно, сделать какие-то заявления, попытаться оправдаться, показать вырезки, показать, публикать этих стихов в других местах. И Леня с помощью друзей, я еще не был таким близким другом, я в этом не участвовал, но в это время у него всегда много хороших друзей, они подготовились, он сделал папку вырезок, в этот день он пошел на первую пару, у него была первая пара в мединституте, где он преподавал, он отчитал эту пару, по плану он должен был вернуться домой и взять эту, поставить портфель, взять папку, выпить чаю и пойти значит, переодеться в лучший костюм с галстуком и пойти в оппон парке. Но с Леней всегда все происходило не так, как намечалось, не по плану. Значит, он действительно пошел на первую пару, отчитал ее. Когда он возвращался домой, он увидел очередь за яйцами, а яйца были дефицитом, и жена попросила Леню купить яйца. Ну, значит, Леня не считался очень хорошим семьянином, но он понимал, что если просят купить яйца, надо встать в очереди купить. Он встал, выставил в очередь, купил два десятка яиц, которые давали в одни руки, в авоську, у него была с собой авоська. Да, я забыл сказать, папку на всякий случай он положил в портфель, то есть бабка с вывесками у него была. И он решил, что он уже не успевал зайти домой, попить чай, переоделся, и он решил, что это ему не нужно. Он решил, что ему нужно поскорее все сделать, поторопиться. И он пошел прямо в обком. Но по дороге он зашел к астрономию и купил две бутылки протвейна или кого-то какого-то вина с простой и понятной идеей. Одну для храбрости выпить перед разговором, а вторую потом после разговора в качестве отдыха уже домой прийти. Значит, он пришел в обком и театр начался с вешалки, потому что у него не хотели брать сетку с яйцами, чтобы повесить. Ну, не принято было в обкоме так. Значит, зато у него требовали сдать пальто. А пальто ему было нужно, потому что он хотел пройти в туалет с бутылкой вина и выпить эту бутылку. В общем, надо сказать, что Леня вышел победителем этой первой стычки с обком. То есть у него перед Робщик принял яйца, потому что он сказал, что ему неудобно идти к Ивану Ивановичу с яйцами. А пальто он себе оставил, потому что он объяснил, что он очень нервничает при разговоре, он дрожит, ему нужно пальто. Значит, он сунул одну бутылку в карман, а вторую бутылку он, значит, вместе с папкой сдал в портфель, сдал вместе с портфелями, с авоськой и с яйцами и со шляпой он сдал в гардероб. И он сдал в гардероб и пошел, значит, спросил, где туалет, ему, значит, сказали, что вот там на втором этаже где-то туалет, возле этого кабинета, он пришел туда, он говорит, что кабинет такой, что там ему неудобно было открывать такую бутылку столь дешевого вина, но он преодолел это неудобство, выпил вино и пошел в кабинет, в кабинет, в приемную секретаря обкома по идеологии Ивана Ивановича. Ну, у секретаря обкома, естественно, имелся секретарь. И этот секретарь секретаря, молодой такой, серьезный мужчина, вот Леня так его описывал, показывал, как он вот так вот сидит, он посмотрел на Леню, понюхал его, сморщился немножко, ну, не его, но воздух втянул, сморщился, там не глупые люди работали. И говорит, ну, ждите вас, Иван Иванович примет, и вот Леня сидит, ждет. Да, я забыл, я сказал, что папку он оставил в гардеробе, и проходит полчаса, сорок минут, и Леня чувствует, что благотворное действие бутылки, выпитое им, исчезает. Он уже становится, ну, в общем, не таким смелым. И он понял, что ему нужно выпить вторую бутылку. Значит, он снял пальто, положил его на кресло какое-то в приемной, на стул, и стал выходить. Секретарь говорит, куда вы, куда вы, Иван Иванович уже почти освободился, сейчас он вас примет. И Леня говорит, мне по нужде. И прошел, значит, пришел в гардероб. Гардеробщик очень удивился, потому что человек, который хотел, не хотел сдавать ему пальто, пришел без пальто и просит, дать ему партфель. Леня сказал, что у него в партфеле папка с вырезками, он правду сказал, папка с вырезками для Ивана Ивановича, и он должен этой папкой воспользоваться. Гардеробщик дал ему партфель, Леня выносил от его бутылку, папку он забыл, закрыл партфель, отдал, прошел, куда-то он успел заметить, что там есть более скромный туалет на первом этаже, прошел туда, выпил эту вторую бутылку, и он почувствовал, что действия двух бутылок оказалось больше, чем он предполагал. То есть, храбрость у него появилась, но физическое состояние стало таким, что ему трудно дойти до туалета. И он понял, что ему нужно выкурить сигарету. Курить в туалете запрещалось, но он закурил. Вошел какой-то хорошо радиатый человек, покосился на него, Леня так говорит, вы не знаете, Иван Иванович уже освободился. Тот человек говорит, нет, я не знаю, вежливо сказал, сразу понял, что этот к Ивану Ивановичу он может и в туалете курить. В общем, Леня выкурил не твердой походкой. Ну, у него вообще была не очень твердая походка, но после двух бутылок она стала особенно шаткой. Он дошел до этой приемной, и секретарь все говорят, где же вы, где Иван Иванович уже ждет вас. Ну, там не положено было, чтобы Иван Иванович ждал кого-то. Все должны были только ждать Ивана Ивановича. Значит, беседу я, к сожалению, запомнил немножко хуже. Я запомнил весь антураж, но беседу я только в общих чередах могу рассказать. Тот начал Лене говорить, и Леня стал его тут же перебивать. Иван Иванович хмурился, ему не нравилось, что Леня его перебивает. Как так? Его, вот, второго секретаря обкома кто-то перебивает. Невозможная вещь, но Леня, значит, одно место я помню, тот ему говорит, что вы устроили компанию, Леня говорит, какая ерунда, какая ерунда, вы, не я устроил компанию, вы устроили против меня компанию, настоящую компанию травли. Леня мне говорил потом, что в этот момент я, говорит, почувствовал, что меня прямо оттуда из приемной везет в КГБ. Но у Ивана Ивановича была задача умиротворения. Он хотел этот скандал замять, они решили не раздувать его, не какие-то репрессии предпринимать против Илени, а наоборот смягчить все это и спустить на тормозах. И он говорит, я вам даю обещание, эту книгу мы не можем вернуть, она идеологически вредна, но мы в течение двух лет выпустим, или одного года даже выпустим еще одну вашу книгу. Я даю вам честное слово. Нет, в общем, я вам обещаю. И он говорит, хорошо, но дайте мне слово чести, слово чести джентльмена. Иванович говорит, ну вообще у нас так не принято, я вам даю честное слово коммунистам. И он говорит, ну ладно, коммуниста тоже сойдет. И протянул ему руку. Тот с удивленно пожал, значит, Леня вышел оттуда, так-то немножко пошатываясь, и пошел на мой. Значит, книгу они действительно выпустили, ну не через годы, через три, но как бы Иван Иванович слово сдержал, что чего, когда Леня пришел, рассказывал всем, значит, все, и я тоже ему сказал, что какая ерунда, что стоит это слово, слово коммуниста, ну вот получилось так, что он это сдержал. Вот такая история. Леня, на самом деле, он очень, в нем был глубокий с детства страх перед властью и перед ГБ, и то, что он проявлял такую смелость, это он преодолевал, он преодолевал большое сопротивление внутреннее, потому что с тех пор, как его отца арестовали в 38-м году, он боялся, очень боялся. Ну, наверное, это, я просто не успею рассказать еще пару историй, мог бы много рассказать. Я хочу просто два слова сказать в общем, что я с Леней познакомился в 71-м году, мы совсем не сразу подружились, вот где-то, наверное, длинно, мы долго были такими знакомыми, приятелями, говорили друг другу вы, я его назвал Леонид Григорьевич, но постепенно, ну, в общем, к концу 70-х это перешло в дружбу, а когда я уезжал в 87-м, мы с ним были, мы с ним были близкими, друзьями, и я его очень любил, и он меня, по-моему, тоже, мы были, мы хорошо, очень хорошо к друг другу, относились хорошо, понимали друг друга. В Лени были некоторые особенные черты, он был действительно скромным человеком, он не играл в скромность, он был очень скромным, ироничным, он глубоко прятал самые важные для себя вещи. Я через годы знакомства понял, какой он верующий человек, у него была глубокая вера в Бога. Я совершенно еще и атеист, и за эти несколько лет я столько наговорил о вещах, которые должны были задевать его чувства религиозные, страшно вспомнить, и он ни разу мне не показал. То есть, видимо, он чувствовал, что то, что у него внутри, ничем никак не задеть. При дьявольской внешности, которая у него была, он был похож на Мефистофеля, у него было удивительное баяние, то, что потом называли харизмой, стали называть харизмой. Он нравился людям, он умел это, он понимал, как это делать. И он был очень, очень разносторонним человек. Он все читал, был необычайно образован. У него стояли книжки, вот вырезок сшитых, он их перечитывал. Он мне говорил, «Лен, что такое? Какая ерунда мне нравилась 10 лет назад?» А потом он мне звонил по телефону, «Нет, это не ерунда, я перечитал внимательнее, это хорошая вещь». Ну вот, когда я, после моего отъезда в 87-м году у нас было с ним общение по переписке. Ну, это труднее, но в чем-то оно было очень глубокое. Мы много говорили, переписывались, у нас были такие философские диспуты во многих письмах. Да, я хотел сказать, что вот мое сближение с Леней произошло тоже на фоне его философского диспута, которое у него было с Виталием Семиным, замечательным писателем. Я немножко его знал, но когда я уехал там в гастроли с театрами, они спорили, зачем я это сделал. И потом, когда я приехал, они меня вызвали и стали пытать, какова моя точка зрения. Она была ближе к Семинской, но близким другом не был Леня, поэтому я ловировал, хитрил. Значит, у Лени было много друзей. Семин и Юра Фадеев были среди его близких друзей. Юра Фадеева тоже очень любил. В каком-то смысле была такая тройка, разделенная десятилетиями. Юра был на 10 лет примерно старше меня и примерно на 10 лет моложе Лени. Ну, Леня был редкостный человек, ренессансный. Он ну, почему? Когда вот думаешь о эпохе ренессанса, ты думаешь, что такое вот, какие там были люди. Те и те люди, которые пережили как он в сознательном состоянии сталинское время частично, потом вышли в более свободное время, как-то они так закралились, расширились, так любили жизнь. Ну, с другой стороны, вот из того же поколения было много негодяев, но, наверное, с ренессансом так же. Там мы вспоминаем великих людей, там называемыми ренессантными людьми, там было много всякой мелочи и швали. Но вот Леня был среди тех великих людей, я думаю, что он один из тех, кто останется от нашего ренессанса. Этого секретаря райкома на самом деле звали Михаил Ефимович Тесля для истории. Откома обкома не рыб Ну, обкома, да. Уже забываешь? Обкома сейчас Единая Россия. Вот у нас здесь выставлены издания, изданные книжки Леонида Григорьевича и вверху стоит замечательный трехтомник, который был издан издательством Старые Русские. Первый том «Лучший очередь жизни» Леонида Григорьевича. Мне вот я прошу, что у меня есть на этом книжке его собственноручный автограф. Собственноручный автограф. И поэтому хочу представить, предоставить слово Наталье Васильевне Старцевой директору издательства Старые Русские. АПЛОДИСМЕНТЫ Одна книга была издана без жизни Леонида Григорьевича. На самом деле при его жизни были изданы две книги из этого трехтомника. А третью он успел прочитать корректуру. Он уже был очень тяжело болен, очень тяжело ему отодавалось, ему помогали в этом вопросе. То есть все три книги вышли с иммунодоследствием участвуем. Я считаю это особой ценностью этого директоромка. Странно говорить о человеке, который находился в дружбе отношения в микрофон. Просто я не могу. Я могу отвечать. Я не знаю не знаю больше, Скорее всего я после него я решила, что я не знакома. И только что она находится с государственной директором. Потому что в мире в реализации это мосомо. И я делал литературу искусства. Он находился рядом и в стенах в стенах и в том, что он был находен с советом царя. Куда я не приходил. И, отлично, был очень много специально в мега, он был в районе, он уже не далеко. Он был в районе, у него в городе встретился. Он не видел. Агу. Ага, я что бы так сказал? Да, нет, нет. Да, нет, нет. Я его очень боялась. Его уменьшенность невессовеста, его колоссальная милиция, его насмешивость. Вот это все меня просто превращало в единую статус. Я не могла слово в ее искусстве вообще сказать. Почему я нанялся? Потом мы даже продолжились. Кто не сказал? Рассматриваю все. И сейчас я скажу вам некоторые вещи. Они могут быть лично. Приемлемы, тем не менее, на армении. Кто говорит? Причем нам было согласно, нам не было бы обждений. Какие девушки, которые у меня были? Я вам скажу, что на сегодняшний час можно было встретить сидящим на скобинничке, на пушистке. Какой-нибудь одной девушке. Потом в другой раз другой девушке. Все девушки были, как будто бы хорошенькие. Как правило, студентки этой института. Почему? Это я уже несколько позже поняла. Потому что она, Леонид Илья Григорьевича, оттаживаясь в свое мастерство в общей монотаре. Там был специальный, как бы сказать, урок специальный, на который девушки получали очень хорошие знания. На страны языков, политики и всего такого прочего. Как называлось спецфак? Спецфак, да. И все эти девушки практически переговорились на великанерах. Потому что он не может быть переговором, очень прочим, в любую программикирующую его информацию. Он никогда ничего не скрывал. Он говорит с тем, он считается, что он думал на правильного волна, кто думал на тренинг. И он думал, где он сразу же там, и он, как бы, прокатил его, как сказать, по ливару. И видишь, кто с одной негативом, кто с другой. И видишь, как внимательно они служат. Без всяких чертей и глаза, без влюбленности. Не молча, потому что они сильно не помнят длины, потому что это не молодостой для того, чтобы было у них. Вот, я не хочу до сих пор, меня просто как-то коррёжит. Как группы людей, по большому счету, вот эти девицы, которые по какому почву вообще эту работу выполняли. Как своеобразие Геннадий Григорьевич, когда он зачистил эту монету, этот восторг и упорение всех единственников. Рассказывал о своем деятельности, о том, что он не помнился, это очень мало. Но это нормально. В общем, это нормально. Нормально обращался, нормально всё. Не молча, потому что он человек был красивый, но с некоторыми особенностями. Конечно же, он от этого страдал. Конечно же, он от этого был самый хороший мачо и всё такое. Но внутри-то он страдал, потому что рядом с ним ходили вот такие вот, вот такие вот гусарики, без всякого напряжения и гусара. И вот, я очень жаль, когда рассказывают какие-нибудь истории, там, как Григорьевич в девятых городах оказался, там, смешанные истории, там, всё другое. Ну, он очень чистый человек. У него хотелось быть нашим. Хотелось бы быть. Но он же не скрывал в нем же. Он просто человечный. Что касается его творческой стороны. Я считаю, что в каждом ордене должен быть свой пророк. Но для него не в каждом ордене он есть. И даже в такие хорошие города, там, Москва, Йорк и Пусть, там тоже, не в каждом, не в каждое время, исторически поместил свой пророк. Вот, простой, на мой взгляд, единственный город в России, где есть свой пророк. Это Григорьевич. Это человек, который видел всё. Это человек, который мог всё, что он видел, через своё сердце, рассказать нам. Нам просто, как бы, высшее стеблое зло, жить в городе, как он уже Григорьевич. Григорьевич, который был в городе, как он говорил, в городе, как он уже Григорьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 и книжкам, которые им дарил. Я больше его знал как преподавателя латыни, старался, учился, и когда закончился курс латыни, я написал письмо в Константиновскую моим родителям на латыни. Ну, отец русист, может быть, он и понял, что это не английский, не французский, в поликлинику побежал к врачам, ну, что там, рецепы, больше ничего. Ну, вот так. Какие воспоминания остались? У меня о всех преподавателях того времени самое тёплое воспоминание. Может, чего-то я не знал, оно и не надо, но мы его все любили, это точно. И то, что потом судьба свела его с Холодным, ну, в этом был какой-то знак. Я прочитаю одно маленькое стихотворение. Да, ну, коль я упомянул Холодного. У Холодного есть одно стихотворение «Прогулка». Я всего его читать не буду, но, видимо, когда он его писал, он держал в голове и Григориана Леонида Леонидовича. А осень поминальная среди... Проминальная среди дымов доска мемориальная на каждом из домов. Уж если и стареть, то по-людски в оракулы пророки не рядиться, не прятаться от хвори и тоски, и лёгкого маразма не стыдиться. Благодарить судьбу, молиться Богу, себя преодолевшую уступать не старшему, а младшему дорогу, сменив обличье, изменив нутро. Отдаться коллективному регрессу, да бестреклятый тычется в ребро, как и перестало изначально бесу. Исколь не говори, смели, смелок, а снова нарушаешь деколог, и снова ту же заповедь седьмую. Спасибо тому, что он был и в моей судьбе. Спасибо всем. У меня тоже есть, остались воспоминания о Елене Григорьевиче, но воспоминания, связанные с моим студенчеством, когда, ну, значительно позже, чем у мужа. Я была членом студенческого клуба городского, и у нас заседания встречи часто проходили в ВДО, в Сяки-Горьково, наверху, в малом зале. И вот на одну из этих встреч был приглашён Леонид Григорьевич. Ну, с нами он был всегда очень позорному, я бы сказала, с насмешливостью. И вот у меня воспоминания о той встрече, я их вдруг нашла в стихотворении «Юнный морец», которую она ему написала, она ему посвятила в те времена, когда они были ещё дружны. Позвольте, я зачитаю. «В Ростове, где юмор так свеж и румян, живёт трубадур Леонид Григорьевич. Он утром студентам читает латвини, язык медицины и римских твердын, поэмы, комедии, драмы, стихов, а также схоластики древних веков. Потом он съедал в буфете обед, салат из капусты и пару котлет. И кофе с цикорием пьёт не спеша, прокуренной грудью со свистом дыша, как будто свисток проглотил плотинист, чтоб юных студентов слышал этот свист. А что он за птица? Лоснится на нём пиджак из раскопок троянских времён. Наверное, Шлиман поймал на крючок, пучинный столетий такой пиджачок. А что там на разные свищут воды, в груди дымовой напады и трубы? А каждая птица там свищет своё. На струнах брюнчит, селинады поёт, и шляпи крылатые в крылатом плаще, в крылатом снегу и в крылатом дожде, в крылатые ночи на крылатом ветру, в крылатых дворах на крылатом свету, в крылатом пятне под крылатым окном, крылатые сны разгоняя крылом. Клянёмся душою на синих крылах, в крылатой любви на крылатых плавах. Пора студенческая, к сожалению, миновала, и мне сейчас ближе к нему философские стихи, стихи с несколько иным содержанием. Когда ты не ушёл, спектакль будет длиться, и ты не унесёшь с тобой ничего. Всё тут же будет фон, события и лица, и только ты в них не будешь твоего. Всё так заведено, и лишь тебе в новинку, но на исходе дни реально саваняй. На вытасне сожми случайную травинку, и лоб перекрестя навек от отчинений. А в комнате твоей уже чужие дышат, овечки средь волков и волки среди ягня. Они твои стихи бессовестно напишут, и женщину твою стократно обольстят, как усердный супостат, злоразно фигу кашет. Ругают не за то, вырывают не за то. Но что тебе до субботи через минуту и скажут, об этом знает он. И более никто. Я просто поправлюсь. Ах, осень поминальная средь парковых домов, доска мемориальная на каждом из домов. Я хотела бы немножко поговорить об армянской ипостаси Леонида Григориана, очень значимой для него. А еврейская ипостась говорит сама за себя, ханука ведь на дворе. Ведь как это значимо! Сегодня все в хануку здесь во имя Григориана. Итак, я приглашаю замечательного исполнителя на армянском древнем, потрясающем, любимом инструменте дудуки Александра Сагатыляна. Звучит песня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 которое вместе с подборкой стихов было опубликовано позднее в Ростовской электронной газете под названием «Одиннадцатая заповедь» 20 января 2000 года. Это предисловие эссе «Истина свободного человека, вдохнувшего после долгих страданий и ограничений полной грудью». Прошу не считать данное воспоминание какой-то формой пиара, который мне всегда чужд, а просто штрихом к последующей более значительной работе отличных ростовских, московских редакторов и издателей, в том числе здесь присутствующих. Что касается личных впечатлений от встречи посиделок, больше всего я там встречал добрейшего Георгия Боровчука, который приходил и часто не только много говорил, но и заботливо помогал ему по хозяйству. Приходили периодически разные люди, я старался не участвовать в этих его личных контактах, но однажды он пригласил замечательную пару исполнителей, Инну Карлину и Владимира Новоженина, которые легко, непринужденно и, главное, с удовольствием дали нам с Леонидом Григорьевичем полноценный концерт. Не меньше, чем на полчаса, если не больше, пели, много песен на его стихе обсуждали, говорили, но мне показалось, что это мне намек. И хотя аудио в Релге не было, публикация прошла в январе 2001-го, в том числе благодаря Лёше Гарматину со звуком. Встречались иногда известные литераторы из Москвы, не стану называть имена. Приехал и, кажется, пожил у него несколько дней Аренс, представившись родственником Надежды Яковлевны Мандельштам, а главное, нашёл издательство в Москве, где и вышла книга «Днис по реке», а там он был корректором. Хочу отметить, что я заметил в Леониде Григорьевиче, как в человеке только перечислил. Исключительную порядочность, исключительную щепетильность, скромность. Я прожил довольно рядовую жизнь. Я и вообще-то человек на редкость везучий, и это после несправедливых, иногда чудовищных гонениях. Профессиональным поэтом я себя не считал и не считаю. Стихи мои более или менее квалифицированы и делентантизм. Доброта, душевная щедрость видел надписи на книгах и рекомендации начинающим коллегам. Несмотря на пункт третий, неистовая принципиальность и неуступчивость, когда речь касалась важных для него профессиональных критериев творчества. Непредельная открытость, откровенность. Нет, я не продирался чащими, не изнывал среди пустынь, преподавал свою тишайшую и старомодную латынь. Лишь бы в сердце, на вечной, на резкой, были сродные нам имена Пушкин, Чехов, Толстой, Достоевский, где они, там и наша страна. В Армении я не был никогда. Жил вдалеке, не помышлял о встрече. Гремучий кипяток армянской речи не обжигал отрекшегося рта. Несмотря на откровения отрекшегося, в Ереване его сдавали и книги, и переводы с французского. Лично привозил Акопов в литературную Армению, книги от него и оттуда ему, номера журнала в том числе, передавал в Донскую библиотеку. И неиссякаемое чувство юмора. Перечитывая Григоряна, теперь накануне 90-летия подумал, почему все все время говорят о нем только как о поэте. Я не читала его переводы, простите. Но мэтр, Хлок Янченко, очерка преподавателей латинского Сергея Федоровича Ширяева, это гротеск на уровне, если не сфифта, то Булгакова в театральном романе точно. Мое близкое общение длилось около 10 лет, примерно с 96 по 2006, а потом закончилось. Пришли замечательные, умные, сильные, талантливые коллеги и друзья, которые сделали больше и лучше меня. Главная благодарность и нижайший поклон, прежде всего, Наталье Васильевне Старцевой, взявшей на себя тяжелую ношу лидера литературного движения нового времени. От ЛГЮг, литературной газеты «Юг», до издательства «Старые русские», выпустивший и лучший сборник стихов «Лягов-2» и «Встану-3» в 2009, лучшие его переводы в 10, «Веселый шарик» в 12 и многие другие наши коллеги достойны благодарности в связи с творчеством Леонида Григоряна. Это и прекрасный писатель и критик Олег Алексеевич Лукьянченко с его журналом «Ковчег». Я от себя добавлю, конечно, Александр Иванович, это тоже имел в виду обязательно Мацанов, ну, конечно, как без него. Это неутомимая Нина Сергеевна Огнева, редактор оригинальной и внешней и содержательной серии «32 полосы», бескорестная, многие годы ее издававшая, в том числе и в ущерб реализации собственного разностороннего таланта, не менее трех раз выпустившая стихи Леонида Григорьевича. И опять я хочу вспомнить имя издателя и редактора Леонида Дмитриевича Кучмы, который руководил тогда этой серией 30... Юрий. Что? Юрий. А, простите, да, Юрий Кучма, который, собственно, на свои средства издавал книги, и в том числе и Леонида Григоряна. И вот только что посмотрел... А, это неоднократно издатель Ленау с его альмонахом «Южная звезда» и книги, выпускавшие Ленау. Это неоднократно писавший о нем как критик и мемуарист, и публикатор поэль Валерий Рыльцов. И вот только что посмотрел передачу нашего друга Леонида Самкина в его замечательном проекте на Ютьюбе. Извините, что не всех называю, я здесь вообще вспоминал только о книге. Это про творчество. Ну, а по человеческой ипостаси к нему пришла, по его признанию, настоящая любовь. Словом, начался новый этап жизни и у него, и у меня. И настала пора уйти. Надо менять свой герб. Впрочем, дело не в гербе. Надо менять одежку и другой реквизит. Но те годы остались в памяти навсегда. Однако за сегодняшнюю встречу большое спасибо нам с вами. И большое спасибо Александру Ивановичу Акопову за то, что он написал вот этот текст. Я ему предложила считать синопсисом для того, чтобы он все-таки к десятилетию его кончины и закончил большую мемуарную статью. Ну и маленькое стихотворение, которое я не могу не прочитать. Моё, мой сын, читает Григориана, Над книгой низко наклонясь, Не свистнул рак, а громом грянул, Что связка не оборвалась, И в наших детях, словно в кущах, Хоронятся его стихи, Как скрепы, нужные насущно для них, Вземляющих грехи, Что посреди толпы безбожной, В потоке брани и попсы, В наш век мятежный, Нами вброшены. И рифма лифнет, словно псы. Но вот к властителю латыни Камю и Сартра толмачу Припали, к роднику в пустыне Пришли недужные к врачу. Бареф, привет, бонжур, лихаем, Что пробуждает там у них Животворящее дыхание, Каким наполнен каждый стих Великомученика танцев, Обоя крылого орла, К словам которого касаться Судьба убежище дала. Пусть город будет, Город рано, Негромким тузиком косым. Мой сын читает Григорияна, Почти что молится мой сын. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Память — это подобие вендеты, Не понять уже, кто ты и где ты. Неужели настало пора вспоминать Полубёртвую память свою плинать, Уговаривать, холить и нежить, Чтобы ожили немочь и нежить. А ведь как ты успешно Её убивал, Разрывал её цепкие звенья. Забывал, 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 И профессией сделал забвенье. Превратился в сплошной, Безоглядный побег, Нескончаемый и сумасшедший. И не брали тебя Память — дождь, память — снег, Как назвал их свидетель Ушедший. А теперь до последних Глубин прознавя На ущербе дыханья Едва ли Прикрываешь глаза, Обступают тебя Память — женщина, Память — товарищ. Память — двор, Где бывал ты всегда ко двору. Память — мяч, Вовлекающий в ту же игру. Память — драка И память — объятие. Память — мама В сиреневом платье. Память — строчка, Которую впрок сочинил. Память — свет, Да военный, Лимоночный. Память — камень, Лежащий на пляже. Память — то, Чего не было дальше. Память — облако в небе, Память — цветок. И вступаешь ты дважды Утекший поток. Память — скрипки. Скрипки. И память — гобои. Гобои. И смыкается зыбь над тобою. Я не собиралась. Тут так много говорили. По-моему, Больше, чем достаточно. Но С другой стороны, Я здесь, наверное, Единственный человек, Который знал Григориана-школьника. Нет, тут никто его школьником Не видел, не знал. Нет. Вот я знала. Причем знала, не зная. Вот это очень интересно. Ну, в общем, Тут два сюжета могут спрестись. Первый — то, что я там Вот с таких вот лет почему-то В книге и в чтении Была уткнута. И это была главная моя жизнь. Мне читали, Потом я читала, Потом... Ну, в общем, А среда у меня была Ну, не литературная, Обычная такая средняя, Интеллигентная среда. Так, книжки они читали, Но, в общем, Ничего особенного. А мне вот чего-то... Ну, хотелось, не хотелось, Но, короче говоря, Читала я, доставала, В библиотеку записывалась. И вот примерно лет с 14 до 7 класса, А может быть, с 13, Поскольку это было после войны, Книги мало издавались, Стала я ходить в букинистический магазин. У меня были... Мы жили вдвоем с мамой, Мама уезжала, Она мне оставляла деньги, Ну, на что-то, На еду, может быть. Но я предпочитала их тратить Вот в этом букинистическом магазине. И, между прочим, Вот до сих пор у меня Дореволюционное собрание Сочинения Ипцина, Ипцина, которое я там купила. Ну, это не важно. Важно то, что я туда ходила, Ну, если не каждый день, То через день, через два, И иногда вместо школы. И вот там, Ну, уже как-то... Школьница я там, по-моему, Мне казалось, что я единственная. Какие-то там были мужчины 30-40 лет, Да нет, не 30-40 летний, Что-то они там высматривали, покупали. И кроме меня Еще там вот был мальчик. Приходил туда постарше меня. Ну, несколько для взгляда девочки странные. Но познакомиться с ним было невозможно. Мы же учились. Женские школы были мужские отдельно. Но, тем более, это все было... Ну, как сказать... Наверное, по районам разграничена дружба Женского и мужского коллектива. В нашу орбиту, вот, 45-й школы, Входила 51-я. Туда нас приглашали на вечера. Мы их... Какие-то были знакомства. А этот мальчик, как потом выяснилось, Он учился в 49-й школе. Это самая была такая, ну, элитная из мужских школ. Самая рафинированная. Ну, мы с ними не пересекались. И вот этого мальчика я встречала. И именно потому, что это был единственный школьник В мукинистическом магазине, я его приметила. Потом мы с ним еще пересеклись. Вот я в этом поиске книг и приобретении, Собирании уже в этом возрасте собственной библиотеки, Я пересеклась, я даже слыхом об этом не слыхала И не думала, как я на это вышла, не знаю, На тогда уже крупного в Ростове маклака книжного. Это 47-й, 48-й год. Это было что-то мне совершенно непонятное. Гриша такой был. Не знаю, может, кто-то из вас с ним пересекся. Он долго потом функционировал. Ну, в общем, этот Гриша привел меня. Это вот где был цветочный магазин с лягушкой, По-моему, в этом дворе он жил в каком-то доме, В полуподвале. Он меня туда привел. И там эти стопки книг дореволюционных, довоенных. И я там у него купила Козьму Круткова академического, довоенного, Еще что-то. А какую-то книжку я спросила. А он мне говорит, да, была такая книжка. Но вот недавно приходил, ходит ко мне один тут, Леня Берегарян. Он ее забрал. Вот таким образом мы с этим Леней несколько раз пересеклись в моей школьной жизни. Вот такой был школьник. Как-то я его отметила, не приметила, не заметила, а отметила. А потом мы с ним встретились в университете. Вот, кстати, вот этот вот Ширяев, о котором он писал, Я тоже, наверное, единственная, кто этого Ширяева тоже знал и тоже у него учился. Похоже, очень хорошо описано. Значит, я училась на русском отделении, он на романо-германском. И тоже какие-то у нас пересечения были, ну, случайные, короткие. Но я уже знала, что он вот один из самых, ну, выдающихся вот в нашем примерном потоке, вот эти 3-4-5 лет студентов, что очень интересно и как перспективный студент. Ну, он, думаю, собирался по литературе специализироваться. Но именно, вот, по-моему, когда он был на 3-м или на 4-м курсе, закрыли, значит, все, весь университет старались превратить в пединститут. Вот это выжечь, эти понятия о филологии, да, неважно, о науке, все должно было быть обращено, ну, в примитивной практике. И специализацию по иностранной литературе закрыли. Вообще, вот такой был доцент Петерин, тоже очень интересный человек. Вот, по-моему, у него была собственная кафедра западной литературы, но, во всяком случае, он был крупнейший специалист по зарубежной литературе, очень интересный, очень знающий, очень интеллигентный. И это было для нашего выпуска славянского очень кстати. У него стало не хватать часов, у него не стало дипломников по западной литературе. И вот, значит, во-первых, он стал нам читать лекции, до этого он русским отделением пренебрегал, он нам читал лекции. Правда, уже, по-моему, что-то нам читал, я не помню, кто, кто-то нам читал другой, 18-19 век, а он нам читал так называемую новую литературу. Новая история начиналась раньше по периодике с Парижской коммуны. То есть он нам читал литературу западную, это были, начиная примерно с Флабера, ну, тоже неплохо, Флабер, там, Даде, Золя и дальше, и дальше, вплоть до современной тогда французской литературы. Ну, во всяком случае, вот это знакомство с Григорианом отдаленное, просто статус его мне был понятен, вот что это очень интересный человек и интеллектуальный. А потом я уехала совсем в другое место, в Сибирь, и вот там начался другой сюжет. Когда я училась в шестом-седьмом классе в Москве, у меня там завязались некоторые знакомства, которые потом продолжились. Это потом девочки были филологини, которые вписались в диссидентство и участвовали в этих письмах в защиту и Синявского, и Даниэля, еще что-то. А в Сибири тоже как-то так сначала в Бийске, потом в Новосибирске я попала в некие такие кружки. Во-первых, было много приезжих, которые кончали МГУ и ЛГУ, причем это уже были 60-е годы после 20-го съезда, и им читали профессора, наскучавшиеся в этой самой сталинской цензурной эпохе, которые вдруг на них обрушили. И Верлена, и Валерий, и Сартра, и кого только могли. И такой, да, да, я закругляюсь. И вот такой создался какой-то такой элитарный кружок. И в то же время я поддерживала отношения с Москвой и с Ленинградом и знала, что там вот после 20-го съезда везде есть такие группы каких-то людей со своим кругом, со своим мировоззрением, с какой-то высокой элитарной такой какой-то составляющей. И вот стала вспоминать в Ростове, где я все время дефицит в этом испытывала, и обиделась в какой-то степени за Ростов, что вот все-таки какой оказался торговый мещанский город, в котором вот везде проросло, а тут все как было и осталось. Вот была когда-то вот эта элитарная интеллигентская группа, это вот Жаки, Панова, но это было давно, а вот сейчас ничего этого нет. И вот я вернулась в Ростов снова, и так мне тоже показалось, что вот так все и осталось. И в какой-то момент, а с Григорианом у меня при этом уже были какие-то много общих знакомых, общих каких-то пересечений, и уже в 80-е годы вдруг купила я на каком-то развале какой-то трехтомник его немецких романтиков, с его автографом, видимо, из его библиотеки. И вдруг, через какое-то время, вдруг вот, или от того, что мы оказались в этой одной писательской организации, и не только поэтому, я сблизилась, подружилась с женой Семина. Ну, я ее знала по университету с Викторией Николаевной, а тут мы с ней подружились уже после смерти Виталия. И вот через этих общих знакомых, через... все равно шапошное знакомство с самим Леней, потом через каких-то моих друзей, вот, московских, и еще каких-то, которые, оказалось, тоже с ним хорошо были знакомы. И вдруг вот Григорян передо мною реабилитировал Ростов, если можно так, ну, не знаю, примитивно выразиться. Вот то, что все сегодня рассказывали, вот я это не сегодня узнала, вот я за эти сколько-то лет, сколько я по возвращению живу в Ростове, вот, что это был центр, излучавший, во-первых, любовь к литературе, во-вторых, особые моральные и политические какие-то принципы, особый вот этот дух дружбы. Выяснилось, что я его друзей по другой линии совсем хорошо знала, то есть я могла представить детально, что это был за круг. И вот он в моих... А, впервые-то я о нем как поэти узнала в Новосибирске, это вот первая книжка, перо, которого нет почему-то, тут не представлено. Вот, но самое главное, что он реабилитировал в моем представлении наш город. Именно, что был вот этот вот необычный, духовный, душевный, какой хотите, центр, который он создавал, возглавлял и, может быть, даже и сохранил. Извините, для меня это было неожиданно, я ничего не... Вы знаете, я когда шел сюда, я думаю, надо будет о чем-то сказать, наверное, но я думал о другом. Я проходил мимо развала возле библиотеки, я вспомнил встречу там с Лене Григоряном, почему-то думаю, что рассказать надо бы о ней. Там я за пять рублей купил книжку Виталия Семина, нагрудный знак ОСТ. Вот, ну, это дешевле, чем билет трамвайный. Тут он подошел, я ему показываю, он взял эту книжку, говорит, и заплакал, говорит. Если бы Виталька, говорит, знал, что я его буду продавать по пять рублей, и какое счастье, что его нет. И вдруг говорит мне, ты вообще знаешь способ, как можно уйти из жизни безболезненно? Было это лет 15 назад. Он тогда еще, он уже не был особенно здоров, но еще был в неплохой форме, немного за 70. Я говорю, ну, конечно, способ такой я знаю, было бы странно, если бы его не знал. Для себя берегу, кстати. А тебе-то, я говорю, зачем? Ну да. Я говорю, а в этом бы речи быть не может. Я говорю, а зачем тебе? Он говорит, ты знаешь, говорит, я боюсь. Я почему бы об этом заговорил, тут говорили о его набожности. Он не был набожен. Он думал о Боге. Много думал о Боге, о религии. Он говорит, я, говорит, тебе зачем? Ты, я говорю, такой жизнелюб. Тебе-то зачем? Он говорит, я не знаю, что там. Я говорю, так это не дано знать, что там. Он говорит, нет веры, кому-то дано. Я говорю, что там ничего нет. Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, я знаю. Ну, в силу и слабость профессии своей, я видел много смертей. А главное, я сам перенес клиническую смерть. Я знаю, что такое умереть. И он говорит, мне это очень надо. Я говорю, а зачем? Ты боишься? Он говорит, да, я боюсь. Он говорит, а что ты боишься? Он говорит, я боюсь быть кому-то в тягости. Я хочу умереть так, чтобы никому не быть в тягости. Он предвидел свою будущую кончину. И говорит, а что я говорю? Я очень хочу узнать, можно ли оттуда видеть, что творится на земле. Вот это мне более всего хочется. Что будет через пять лет, через десять, через двадцать? Мне очень не хочется уходить, не зная, чем этот бардак весь, чем он закончится. Я долго не хочу разговаривать, потому что это еще Борис Бальсон с его прекрасными стихами. Я только хочу сказать, что если вдруг он и это предвидел, если вдруг есть один вариант из миллиона, что можно откуда-то оттуда, из неведения наблюдать за нашей жизнью нынешней, и если он сейчас, обычно так говорят на похоронах, смотрит на нас и слушает, то он должен быть доволен. Остались люди, которые его помнят, которые его любят, которые говорят о нем хорошо, которые поминают его добрым словом, а это дорогого стоит. Если кому-нибудь из нас когда-либо придется оказаться в его положении, даже не то слово, наверное, нужное не подберу, ради этого стоит жить, стоит работать, стоит писать, стоит любить, а самое главное, стоит дружить. Дружба с таким человеком, как Баблионя Григорян, это праздник, это подарок. У нас очень немного осталось тех, которые знали и дружили с ним, которые были с ним более или менее близки. Это наша удача. Спасибо. Борис Ильич Вальсон. Друзья мои, сегодня выступают люди, которые близко знали и дружили с Леонидом Григоряном. Но вот вы видите в моем лице идиота, который имел возможность на протяжении жизни много раз с ним близко познакомиться и все эти возможности упустил. Я учился вместе с Нимом Ефремовым, вместе делали Мехматовскую стенгазету «Сигма». Я потом в ней механики и прикладной математики работал с Леней Эпштейном. И тоже мы, в общем, были достаточно близки с сыной Карлиной Володей Новожениным. Мы вообще родственниками оказались, как потом выяснилось. Но, в общем, ни один из этих шансов я не использовал. А потом, когда мы все-таки познакомились, это знакомство было на уровне «Здравствуй, прощай», вот не более того. Ни в доме никогда не бывал, ни о чем всерьез не разговаривал. И это одно из моих очень больших жизненных сожалений. Но, вы знаете, когда вышла первая книжка, первый том собрания сочинений Леонида Григорьевича Григоряна, он уже болел, и ему трудно было самому подписывать книги для тех людей, которым он хотел эти книги подарить, со своей подписью. И дома у Натальи Васильевны Старцевой ее сотрудник и друг Иван Леонтьевич Саянов за Григоряна писал тексты, оставляя возможность ему только расписаться. Ну, а вы представьте себе, книжка же довольно толстая, и писать неудобно. Вот она переворачивается. И искали, что под книжку подложить. А только что у Натальи Васильевны в это время вышла книжка, первая толстенькая, более-менее, книжка моих стихов, и ее подложили под книжку Григоряна. Я этим фактом страшно горжусь, что вот все-таки я ему в жизни пригодился. Я не знаю, сколько у меня времени, мне бы хотелось прочесть стихи Григоряна. Вы знаете, сегодня это стихотворение уже Валерий Рыльцов частично цитировал. То есть говорили о том, что Григорян наполовину армянин, наполовину еврей, но это, конечно, безусловно, русский поэт. Это я когда-то смеялся, когда у нас была такая волна, сильная волна национализма в литературе, кто-то написал, что вот, мол, Иосиф Бродский, неплохой ведь поэт, если бы писал на своем родном языке, то есть я не знаю, что имели в виду, то ли идыш, то ли еврид, то вообще говоря, неплохо бы у него получилось. Ну так вот, я вам хочу прочесть такое русское стихотворение Григоряна, Среди базара, лотка, не видя многолюдия, на пористого сосунка кормила баба грудью, а он прирос, как черенок и впился без послабы. Был сосунок, как сосунок, а баба, просто баба. Нет, не Мадонна, привалясь, сидела меж половы, она такого отродясь не слыхивала слова. И недомерок не Иисус, блаженный яснолицый, а просто дошлый карапуз, желающий продлиться. Но люди в сладостном поту о чуде не вещали, и бабу, занятую ту, совсем не замечали. Валил хозяйственный народ, судачил, огрызался, как будто дней круговорот, их вовсе не касался. У каждого свои дела, заботы и запросы, а вечность шла себе и шла, и не было ей сносу, и тем была она милей, что не просилась в рамку. Ори горла стыдуралей, соси дуреху мамку. 30 августа 2010 года, я не помню, кто позвонил утром и сказал, что умер Григорян, и я мгновенно написал маленькое стихотворение, которое было в таком же виде опубликовано Олегом Лукьянченко в Ковчеге, но потом мне для книжки пришлось его переделать, потому что выяснилось, что некоторые женщины за это стихотворение на меня обиделись. Эпиграф строчки Леонида Григорьевича Лягу в два, встану в три, гляну в окна, закурю. Бог позволит, говори, ничего не говорю. Вот теперь не осталось ни страха, ни боли. Можно окна открыть и постель поменять. Больше Бог Григорьяну уже не позволит ни курить, ни любить, ни стихи сочинять. Дальше проза. Цветы, запоздалые речи и венки. То ли дело сонетов, венок. Он уже не назначит при лестницам встречи. Дон Жоан, Мефистофель, библейский пророк. А стихи, как стихи. В них сказал, что хотел он, но уходит, как будто и не был знаком. И душа, расквитавшись с измученным телом, улетает от нас сигаретным дымком. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, можно посмотреть. Наталья Васильевна говорит, и Федор Пошеднев вдруг вспомнил, что ему необходимо сегодня прочитать стих. Наталья Васильевна, пожалуйста. Каждый человек, как правило, каждый человек у нас осознанет свой образ. Ты можешь быть с этим человеком с другом, он очень, но он все равно какой-то главный образ. Я сейчас хочу сказать, как у него образ Междурьянов. Однажды он мне рассказал, когда была домина, а по первому росло. И Гоня под окном домом, в котором он живет, Гоня людей в Заверстую балку. Все жители знали, куда они идут, на что они идут. Он был мальчиком. Он говорит, а мать его ушла из города и где-то в сельской местности какие-то как вы ее в реку перейтили, спасли, попадали, она жила, спасли ее, допустили, и туда, чиновники. Он остался здесь, с отцом Минира, но она как-то так не трогала. И он рассказывает, я вижу этот поток, многофизичный поток людей. и я знаю, куда они идут. Они идут на смерть. Я не понимаю, почему они идут, почему они не кидаются на тех, кто их ведет. Я стою и говорю, мне снится это до сих пор, что я стою и смотрю, как вот эта колба евреев идет и вот у меня Григория ассоциируется всю жизнь с вот этим его воспоминанием. Оно как бы мое стало. Уважаемый присутствующий, ну, я не ростовчанин, в Ростов приехал уже, когда мне четвертый десяток шел. Вот, когда я начал читать стихи Григорияна, то наибольшее впечатление на меня произвело небольшое произведение, по которому, ну, наверное, я не знаю, согласитесь со мной, нет, когда поэт именно пишет о месте поэта в стране и в своем времени, ну, вот, чисто гражданская лирика. Песенка о российских поэтах. Все поэты российские с придурью, если верить досужей молве. Пьют и блудят поэты в открытую и к тому же без царя в голове. А царям это свойство не нравится, а царям их ни дар ни с руки. Не угодно ли поэты отправиться за словесной рудой в рудники и следят по цареву велению, помогая злодейке судьбе, зубры третьего отделения и внучата их из ММГБ. Только ходят поэты по лезвию, рискуют своей головой и бредет по России поэзии то невеста и то сразу вдовой. Вот, наверное, он выразил все в этом стихотворении свою судьбу. Люди начинают расходиться, у нас мы еще не заканчиваем и в заключении все-таки мы покажем вам ролик, это проект называется «Недвижимость как история». Я им занимаюсь 36 недель подряд, каждую неделю в пятницу он выходит на YouTube-канале. Рассказ о каком-то ростовском здании, связанном с какой-то исторической личностью, с каким-то историческим фактом и естественно, что вот этот последний, вчерашний выпуск, который вышел, он был посвящен дому, в котором жил Леонид Григорьевич и ему самому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Формирует «Недвижимость» Формирует Центральная Формируемая Формируемая Лопатками Вторая Объединяющая Второй Пятые Этажи Представлены Эркером Первый и второй Этажи дома Ростованы Вход со стороны улицы был ранее через двухстворчатую филенчатую дверь, которая теперь заменена на металлическую Начиная с 1934 года, в этом доме жил ростовский детский писатель Полиен Яковлев, о котором мы, безусловно, вам расскажем отдельно, но позже. А сегодня наш рассказ о другом литераторе, поэте и переводчике Леониде Григорьевича Григориане, которому через несколько дней исполнилось бы 90 лет. В Ростове Леонид Григориан был главным центром притяжения для всех интеллектуалов города, примером и образцом для умной молодежи, поэт, переводчик, преподаватель латыни в медицинском институте, замечательный собеседник и покоритель женских сердец. Лягу в два, а встану в три, гляну в окна, закурю, Бог позволит, говори, Ничего не говорю, Бог позволит, попроси, расскажи свою тугу, Отче наш, иже и си, даже это не могу, Будто разом онемел, будто кто-то отлучил, А ведь сызмальство умел, хоть никто и не учил, Нет, молитвы не творил, не решался на обряд, Напрямую говорил, как младенцы говорят, Если б мог и по сей час, как вначале, как сперва, Лукавцу обучаешь, позабыл я те слова, Лягу в два, а встану в три, Гляну в окна, закурю, Бог позволит, говори, Все равно не говорю, Нисколько не ропщу, Отчаяние не имет, Если даже промолчу, Бог и так меня поймет. Дмитрий Быков считает, что стихи его Были далеко не столь праздничными, Как можно было бы ожидать, От личности столь харизматичной и жизнерадостной. Это трагическая лирика в лучших семидесятнических традициях. Она вбирает в себя не столько личный опыт городского одиночки И романтического скептика, Но и долговременное, весьма плодотворное влияние французских авторов. Прежде всего, Камю, который Григориан переводил виртуозно. А вот это стихотворение Леонид Григорьевич Григориан Написал о доме, в котором он прожил практически всю свою жизнь. Я с трех лет живу в этом доме, Многолюдной, в сталинской шестиэтажке, В детстве казавшейся небоскребом Среди низкорослых саманных халуп. Этот дом содрогался от страха Вместе с теми, кто в нем обитали, Когда в тридцать седьмом ночами Загребали мужчин подчистую. Русского Ленкова, диспетчера водоканала, Еврея Вомдина, секретаря райкома, Латыша Фогеля, Камбрига, Орденоносцев, Осетина, Дзидзиева, адвоката, Поляка Снитковского, краеведа, Армянина Григориана, экономиста. Уж если дружба народов, Так до упора, дружите выродки на лесоповаре. А затем забирали их жен, А вскоре их детишек в сиротские интернаты. Так что к началу войны В этом доме никого не осталось из старожилов. Но потом пришли немцы. И все. Сначала взяли инженера Шатохина православного, Разнорабочего Микутского католика, Терапевта Лисовича, униата, Щитовота Двуголенского иудея, Продавца Алиева, магометанина. Так что мечтаемый экуменизм Осуществился сагородом в каменоломях. А доносили на них соседи Левченко, Назиров, Сараджишвили, Варионова, Теракопиан. Если б немцы не были столь скрупулезны, Нашелся бы какой-нибудь цепирович, Ибо в ордене Иуда и Скариута Ни с ней Элина, ни иудея, Но смерть впоследствии всех уравняла. И в доме теперь одни новоселы, Новые русские, новые татары, Новые украинцы, новые евреи, Новые не потому что богаты, А потому просто новенькие и только. В подъезде милкают новые кошки, Вечерами милуются новые пары, На площадках колются наркоманы, Торгаши орудуют в полуподвале. И какая-то новая баба Лёля Кричит с балкона новому Лёньке, Кончай шалаться, неугомонно, Вертайся домой, садись за уроки. И он несётся, по лестничным маршам Убегает на третий этаж И дробно стучит в шестую мою квартиру. Благодаря ростовским энтузиастам, Дмитрию Коваленко и Виталию Фёдорову, Записывавших Леонида Григорьевича Григоряна, У нас остались бесценные кадры Более двух часов его бесед с ними О Ростове, о себе, о оккупации, О встречах с известными писателями и поэтами, О взаимоотношениях с властью, О философии. Один из этих эпизодов вы сейчас увидите. Напротив нас был квартал От Семашка, на той стороне, по Соборно. Это был польский квартал, польско-греческий. Там по традиции селились и жили многие десятилетия, Может быть, и даже и века, Поляки и греки. Вот пришла разнарядка. Тысяча польских националистов посадить, Тысяча гривен, а их столько не набиралось. Ну, они брали соседей русских, украинцев, армян, Это было все равно. Вы не знаете и не можете знать, Что был китайский квартал. Это по Семашка, если спускаться к Дону, Ну, вот там, где сейчас улочка маленькая, За Пушкинской, Ну, и не было, естественно, подшколы, И что-то там стоит такое. И там была такая рытвина, И там были лачуги, Где жили испокон веков китайцы. Все они были прачками, мужчины. Ну, в Китае это мужская профессия. Не знаю, кто участвует. Как китайцы? Они почти все участвовали в революции. Среди красного гордиться было очень много. Китайцев, латышей, это само собой. Но эти вряд ли участвовали. Они стирали там портки всякие. Исчез квартал. Всех посадили. Вот такие это были времена. А вот еще одно стихотворение Григоряна Об этом доме, вернее, О его жильцах, Который так и называется, Соседи. А у Каш Валера, Продавщица Нюшка, Гуревич, ветеран КПСС, Осведомитель Щукин, Верка Шлюшка, Обычный люд, Хоть всех попутал бес. Валера надирается, как хрюшка, Из Нюшкиного носа хлещет юшка, У Верки хахаль входит в аппетит, Она ж его ругает гомосеком, Гуревич умиляется генсеком, А Щукин всех фиксирует И бдит. И все бы вышло к радости Бесовской, Но был в егоном промысле пробел, Поскольку каждым вечером Высоцкий на весь подъезд Припадочно хрипел. И я коней напою, Я куплет допою, Хоть мгновенье еще Постою На краю И плакал ветеран, Напяли в китель, И алкоголик подпевал, Не Влад, И даже сукин сын осведомитель Откладывал свой мерзостный доклад. Они певца Всем сердцем принимали, Они дрожали, Вместе со струной не слушали, Молитвенно внимали, Молитвей окаянной, И блатной, И полчаса, И час, И долго-долго, Забыв планиду подлую свою, Коней поили, И вцепившись в холки, У пропасти Носились на краю. До новых встреч На ростовских улицах Вместе с вашим выбором. Наш выбор улиц, Ваш выбор плюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова